Миренеем убивать. На лице старика появилось выражение удивления, когда он поспешно поднял кулак, приветствуя нападение Вангу Уди. Как только кулаки столкнулись, мебель в холле разлетелась в дребезги. Старик Восходящей Луны был отправлен в полет, его начало рвать кровью. Глава 1928. Старик на грани смерти. Единственный удар кулака стал причиной серьезных травм старика Восходящей Луны. Сила Вангу Уди заставила всех старейшин в зале задохнуться от шока. Несмотря на то, что Вангу Уди был публично признанным экспертом номер один под небесами, он обычно не демонстрировал свою силу. Это был первый раз, когда старейшины из Союза Алхимиков увидели, как он делает ход, и впервые ощутили его ужасающую силу. Когда кулак Вангу Уди врезался в старика Восходящей Луны, с его губ сорвался холодный смешок. Его фигура расплылась, когда он появился прямо над стариком. Его ладонь превратилась в когти, когда он схватил фигуру перед собой. Старик Восходящей Луны собирался увернуться, но коготь казался питоном, обвившимся вокруг его руки. Вангу Уди рывком оторвал ему руку. Жалкий крик старика Восходящей Луны заполнил зал, когда его рука была оторвана от тела. Вангу Уди не сдержался и послал еще один кулак в сторону старика. Все кости в теле старика Восходящей Луны раскололись, и звук ломающихся костей наполнил воздух. Каждый раз, когда кулак Вангу Уди приходил в цель, лицо старика Восходящей Луны становилось немного белее. Кровь текла из уголков его губ. Вангу Уди становился все более и более возбужденным, когда на его губах появилась злобная усмешка. Очень быстро грудь старика Восходящей Луны лопнула, и он превратился в груду окровавленного мяса. Кровь покрыла его тело, и ни одна часть его тела не осталась нетронутой. Несмотря на кровавую сцену перед ними, никто из старейшин союза гроссмейстеров-алхимиков не умолял о пощаде от имени старика Восходящей Луны. Вангу Уди хотел превратить старика Восходящей Луны в пример, и пока ему удавалось искалечить старика, никто не осмелился пойти против него. С тех пор союз гроссмейстеров-алхимии превратился бы в его частную собственность. Сломав все кости в теле старика Восходящей Луны, Вангу Уди усмехнулся, прежде чем нанести удар ему в сердце. Бум! Сердце старика Восходящей Луны было выбито из его груди, и он был отправлен в полет. Когда он врезался в стену, кровь хлынула из всех отверстий его тела. Его кровь окрасила стены и пол в красный цвет. Когда старейшины посмотрели на происходящее перед ними, они втянули холодный воздух. Вангу Уди восхищался своим шедевром на стене, как если бы он ценил какое-то произведение искусства. Старик Восходящей Луны, почему ты не поверил мне, когда я сказал, что могу убить тебя, как собаку с улицы? Он повернулся к другим старейшинам, и на его лице появилась очаровательная улыбка. Верите мне сейчас? Все поспешно закивали головами. Да. Вангу Уди расхохотался. Чувство удовольствия захлестнуло его, и он почувствовал, что может контролировать жизнь и смерть каждого существа в мире. После целой минуты смеха Вангу Уди остановился и сказал старику Восходящей Луны. Как бы то ни было, я милосердный человек. Когда-то ты был старейшиной союза алхимиков, так что я оставлю тебя в живых. Идем. Бросьте его тело у входа в поместье Мириат Божеств. Вангу Уди повернулся и заговорил с одним из старейших. Без промедления тот принял приказ. Да. Несмотря на свое согласие, старейшина в сердцах покачал головой. Было ясно, что Вангу Уди нисколько не сдерживался. Из-за травм на теле старика Восходящей Луны никто в усадьбе Мириат Божеств не сможет его спасти. По указанию старшего несколько учеников несли старика Восходящей Луны в сторону поместья. Когда обо всем позаботились, Вангу Уди окинул взглядом всех старейшин в зале. Довольно. Поскольку с этой ситуацией разобрались, у нас есть свободное место среди старейшин. Я позабочусь о его заполнении. Так как больше ничего нет, я уйду. Я собираюсь готовиться к соревнованиям. Было ясно, что Вангу Уди устроит так, чтобы кто-нибудь из клана Вангу занял пустую позицию. Однако никто из старейшин не решился выразить недовольство. Под конвоем всех старейших Вангу Уди покинул штаб-квартиру Союза алхимиков. Поскольку главный зал Союза алхимиков всегда был отрезан от мира, Вангу Уди не смог ничего узнать о масштабной битве, произошедшей несколько минут назад. Через полчаса Вангу Уди наконец прибыл в резиденцию клана Вангу. В тот момент, когда он вошел, его лицо нахмурилось. Почему здесь никого нет, чтобы поприветствовать меня? Когда он вошел в зал, он не увидел Вангу Чинлуна или остальных старейшин. Он не мог не чувствовать, что в холле было слишком тихо. «Эй, вы!» Вангу Уди сидел на троне в главной комнате и кричал. В одно мгновение примчались несколько низкоуровневых членов клана Вангу. «Лорд Уди, они поздоровались, упав на колени. Мы здесь, чтобы получить ваши инструкции. Где Вангу Чинлун, Вангу Уди и остальные?» Низкий голос Вангу Уди разнесся по залу. Их тела дрожали, когда они заикались. «Лорд Уди, вы никто не доложил вам о деле, касающемся лорда Чинлуна и других, о чем ты говоришь?» Вангу Уди нахмурился и спросил, что с ними случилось. Весть о смерти Вангу Чинлуна вместе с другими экспертами клана Вангу уже распространилась по всему городу Божественного Дана, и почти все знали о том, что произошло. Жаль, что никто из них не имел права сообщать напрямую Вангу Уди. Конечно, новости так напугали их, что никто из них не осмелился сообщить об этом Вангу Уди. Когда члены клана Вангу уставились друг на друга, на их лицах появилось выражение страха. Они не посмели ответить на вопрос Вангу Уди. «Говорите». Вангу Уди закричал от ярости, когда увидел, что никто не отвечает на его вопрос. После некоторого колебания члены клана Вангу выплюнули все, что узнали. Сначала они сообщили о смерти Вангу Жуй, а затем рассказали о том, как Вангу Чинлун и другие привели целую группу экспертов к поместью Мириад Божеств. «Ты, что ты сказал, мой племянник погиб». Вангу Чинлун, Вангу Ди и почти сотня экспертов из нашего клана Вангу были убиты. Вангу Уди не осмелился поверить своим ушам, когда вскочил на ноги. «Да, это верно, лорд Уди». Все они дрожали, потому что не осмеливались поднять головы, чтобы взглянуть на него. Намерение убивать усилилось, и зал наполнился удушающим чувством. Однако в следующее мгновение он начал смеяться. «Вы сказали, что семья Хуан убила моего племянника, прежде чем убить всех экспертов моего клана Вангу». Смех Вангу Уди заполнил зал и медленно распространился по резиденции клана Вангу. Глава 1929. «Принеси мне королевский женьшинь». Когда члены клана Вангу услышали тиранический смех Вангу Уди, все они прижались к земле. Никто из них не мог перестать дрожать. Те, кто знал Вангу Уди, знали, что его безудержный смех обычно означал, что он был в ярости. Он собирался потерять рассудок. Десятки лет назад он безудержно смеялся, когда истребил одну из сильнейших семей в галактике Пегаса. Погибли все 321 056 человек, вплоть до последней собаки. Из крови образовалась река, а улицы были усеяны трупами. Наконец смех Вангу Уди прекратился. Семья Хуан. Он выплюнул слово за словом, и температура в зале, казалось, упала ниже нуля. Снег начал формироваться в воздухе, и намерение убить Вангу Уди материализовалось. Было очевидно, что он не хотел ничего, кроме как разорвать членов семьи Хуан в клочья. После стольких лет это первый раз, когда кто-то осмелился убить члена моего клана Вангу. Он даже убил моих старейшин. Семья Хуан. Ах, это семья Хуан. Я хотел дать вам шанс сдаться мне. Вы могли бы быть моими псами. Поскольку вы отказываетесь выбирать путь к жизни, я превращу вас всех в мертвых собак. Из глаз Вангу Уди вырвалась леденящая кровь желание убивать. Мемориальная доска, висящая у входа, разлетелась на миллион осколков, когда Вангу Уди больше не сдерживал свою ауру. Сделав несколько глубоких вдохов, он начал подавлять в своем теле намерение убивать. Он посмотрел на дрожащих учеников внизу и сказал. Встать. Несмотря на приказ Вангу Уди, никто из них не осмелился двинуться с места. Этот подчиненный не смеет, сказал один из учеников. Вангу Уди поднял руку, и в мозгу ученика, который говорил, образовалась дыра. Он упал, не произнеся ни слова. Остальные ученики почувствовали, как их ноги стали мягкими, когда они увидели, что случилось с их товарищем учеником. Если я сказал встать, значит встать. Если я скажу тебе убить себя, убей себя. Если я хочу, чтобы ты вырвал себе глаза, ты это сделаешь, рявкнул Вангу Уди. Я не хочу повторяться. Это ясно? Да, лорд Уди. Ученики, дрожа на земле, поднялись на ноги, и по их лбу стекал холодный пот. Вы сказали, что человек, убивший моего племянника, может быть нанят семьей Хуан. Несмотря на то, что намерение убить Вангу Уди уже пронзило небеса, он не был опрометчивым человеком. Прежде чем действовать, он хотел разобраться в сути дела. Он знал, что семья Хуан не была существом, о котором любая случайная сверхдержава могла бы мечтать сопоставить. Ему нужно было подготовиться, прежде чем он сможет уничтожить семью Хуан раз и навсегда. Он никогда не даст им шанса прийти в себя. Да, лорд Уди. Один из учеников ответил уважительно. Новости распространились по городу Божественный Дан. Человек, убивший молодого мастера Вангу Жуй, вместе с Хуан Кабиним отправился в поместье Мириад Божеств. В глазах Вангу Уди вспыхнул свет. До сих пор нет новостей о том, как умерли Вангу Чин Лун, Вангу Ди и Вангу Ханин. Все молча смотрели друг на друга. Несмотря на то, что присутствовало много людей, никто из них не осмеливался говорить о том, что произошло. Один из учеников ответил, даже Чжан Цзуньян из семьи Чжан отказывается говорить об этом. Как будто либо все они были прокляты, либо дали обет хранить молчание по этому поводу. Ученик, сделавший предположение, оказался на высоте. Несмотря на то, что присутствовала масса людей, Хуан Сиа Лун проклял их всех. Более того, они также дали клятву никогда не раскрывать случившееся. Таким образом, хотя все знали, что Вангу Чин Лун, Вангу Ди и другие эксперты клана Вангу погибли от рук Хуан Сиа Луна, никто из них не знал подробностей. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, этот ученик думает, что это была ловушка, установленная Хуан Сиа Хаим, Джа Ашу, Чжан Фу и другими. Вероятно, они предприняли скрытую атаку, когда лорд Вангу Чин Лун и другие вошли в их зону действия. Вангу Уди нахмурился. Неужели это действительно так? Он чувствовал, что все не так просто, как думал ученик, но как бы он ни старался, он не мог понять этого. После еще одного раунда допроса и не получив ничего другого, Вангу Уди отпустил их. Когда они ушли, они вытащили тело мертвого ученика из зала. После того, как они ушли, Вангу Уди достал символ передачи и связался с кланом Вангу в галактике Вангу. Он приказал им отправить нескольких экспертов в город Божественного Дана. Затем он связался с вратами призраков и расой древних демонов. Он попросил их прислать своих экспертов. Еще не успокоившись, он обратился за помощью ко всем лидерам семейств клана Вангу и нескольким старым предкам. Когда он закончил с ними общаться, он наконец расслабился. Хуан Сяхой, меня не волнует, какая скрытая сила в твоем распоряжении. Если мне не удастся уничтожить твою семью, Хуан, я поменяю фамилию. Вангу Уди зловеще усмехнулся. Буквально мгновение назад он собрал все сверхспособности всех окружающих их галактик. Он собирался сделать свой ход после их прибытия. Когда это произошло, он был уверен, что семья Хуан будет уничтожена. С таким количеством экспертов в его распоряжении было достаточно, чтобы утопить всех в семье Хуан, даже если бы все эксперты однажды плюнули в них. Когда все собирались силами, чтобы ответить на призыв Вангу Уди, ученики Союза Алхимиков принесли почти мертвого старика Восходящей Луны ко входу в поместье Мириад Божеств. Когда охранники заметили старика Восходящей Луны, они в испуге подпрыгнули. Один из них поддержал старика, а остальные побежали в главный зал, чтобы доложить о ситуации Хуан Сяхою. Как только ученик вошел в главный зал, он взволнованно закричал. Глава семьи, ученики Союза Алхимиков бросили старейшину Восходящей Луны у входа в поместье, что выражение лица Хуан Ся Луна изменилось. Все остальные тоже чувствовали беспокойство в своих сердцах. Когда его фигура расплылась, Хуан Ся Лун исчез со своего места, а остальные последовали за ним как можно быстрее. Когда Хуан Ся Лун подошел к входу и увидел, как старик Восходящей Луны был залит кровью с головы до пят, когда его поддерживал ученик из семьи Хуан, его сердце дрогнуло. Хуан Ся Лун бросился к нему и распространил бесчисленного Будды, царя Верховного Бога. Он без конца изливал энергию сияния в тело старика Восходящей Луны. Старик, очнись! Хриплый голос Хуан Ся Луна эхом разнесся по воздуху. Его руки дрожали, когда он держал старика Восходящей Луны. Он чувствовал, как жизненная сила старика уходит прочь, и почти ничего не мог сделать, чтобы остановить это. Когда Хуан Ся Хе и другие подошли к входу, их сердца упали. Идти, принеси королевский женьшинь! Крикнул Хуан Ся Лун, обернувшись, чтобы посмотреть на Хуан Ся Хе. Поскольку ему не разрешалось приносить что-либо из Высшего Царства, когда он спустился, все его духовные лекарства и духовные пилюли были оставлены в Божественном мире. Он знал только, что в семье Хуан был королевский женьшинь, которого можно было использовать для спасения жизни старика Восходящей Луны. Глава 1930. Соревнование Союза Гроссмейстеров Алхимии Хуан Ся Хе бросился во внутренний зал и забрал королевский женьшинь. Тело травы было прозрачным и излучало мощную ауру жизненной силы. Как только Хуан Ся Хе принес его Хуан Ся Луну, Хуан Ся Лун распространил свою сияющую энергию, чтобы обернуть его вокруг королевского женьшиня. Он медленно поднес его к губам старейшины Восходящей Луны. Как только женьшинь вошел в его рот, казалось, что тело старика нашло путь к выживанию. Цвет вернулся на его ужасно белое лицо. Хуан Ся Лун медленно распространил свое сияние божественной силы по телу старика. Наконец им снова удалось услышать мягкое дыхание старейшины Восходящей Луны, и он с трудом открыл глаза. Когда он увидел лицо Хуан Ся Луна, на его губах появилась улыбка. Малыш Хуан, я никогда не думал, что мне привидится твоя рожа перед смертью, чтоб тебя. Хуан Ся Ха и другие не могли не рассмеяться. Старик, почему ты так уверен, что умрешь? Тебе правда надоело жить? С губ Хуан Ся Луна сорвался с мешок. Расслабься. Ты не бредишь. Я вернулся, и я ни за что не позволю тебе умереть. Ты не видение. Старейшина Восходящей Луны в шоке выпучил глаза и огляделся вокруг. Его приветствовали Хуан Ся Хай, Джа Ашу, Джан Фу и другие. Наконец он понял, что находится у входа в поместье Мириад Божеств. После того, как его глаза оглядели все вокруг, старейшина Восходящей Луны уставился на Хуан Ся Луна широко открытыми глазами. Ты засранец, ты правда вернулся? Хуан Ся Лун засмеялся. Да, я вернулся. Он остановился на мгновение, прежде чем продолжить. Я вернулся, чтобы увидеть всех вас. Старейшина Восходящей Луны почувствовал, как его тело задрожало, и на лице появилось волнение. Твою мать, ты наконец-то вернулся к этому старику. Я думал, что не смогу увидеть тебя даже после того, как залезу в гроб. Хуан Ся Лун заставил себя горько улыбнуться, глядя на старика. Он понял, что поведение старика не изменилось даже по прошествии стольких лет. Все казалось таким знакомым, как будто он никогда не уходил. Хорошо, хорошо. Хватит болтать. Твое состояние еще нестабильно. Я помогу тебе выздороветь, и после выздоровления ты сможешь говорить всю чушь, какую хочешь, сказал Хуан Ся Лун. Травмы на теле Старейшина Восходящей Луны были действительно ужасающими, и, несмотря на то, что королевский женьшень залечил его раны, им едва удалось сохранить ему жизнь. Хуан Ся Луну нужно было оказать ему надлежащее лечение, если он хочет вернуться к своему пику. Старейшина Восходящей Луны кивнул и позволил Хуан Ся Луну вернуть его в поместье Мириад Божеств. Выбрав одну из секретных комнат, расположенных в поместье, Хуан Ся Лун начал лечить раны старика. Хуан Ся Хай, Чжа Шу, Чжан Фу и другие терпеливо ждали снаружи. В мгновение ока наступила ночь. По сравнению с утренней суетой, город Божественного Дана утих, и он, казалось, заснул в ночи. Однако мир нервировал, поскольку все знали, что вот-вот произойдет что-то грандиозное. Днем улицы были переполнены, и эксперты стекали в различные магазины и выходили из них. Бесчисленные звери топали, волоча за собой телеги, но все они резко контрастировали с видом ночных улиц. Не было видно ни одной души, и даже если бы вокруг ходили люди, они бы крались с тревожными взглядами на лицах. Давящий воздух висел над Божественным Дан-Сити, и все знали, что мирная ночь была всего лишь затишьем перед бурей. Когда Вангу Жуй был убит, никто не чувствовал, что что-то большое сейчас рухнет. В конце концов, это был просто ученик клана Вангу. Однако, когда все эксперты ветви клана Вангу в городе Божественного Дана были уничтожены, сердца всех присутствующих экспертов содрогнулись. Они знали, что обязательно произойдет что-то грандиозное. За последние сто лет клан Вангу давил семью Хуан до состояния удушья. Неужели это их контратака? Неужели они наконец дают последний бой? В семье Му. Все эксперты семьи Му собрались в главном зале. Я получил известие, что Вангу Уди собрал под своим началом всех экспертов. Пока мы говорим, более сотни суперсил отправляют своих экспертов в город Божественного Дана. Их несколько сотен тысяч, серьезно сказал великий старейшина семьи Му Мужун. Старейшина Мудзинджи покачал головой и сказал, я понятия не имею, о чем думает семья Хуан. Зачем им убивать всех экспертов из клана Вангу, дислоцированных в Божественном городе Дан, после убийства Вангу Жуй. Они устали жить. С таким количеством экспертов Вангу Уди определенно собирается истребить семью Хуан. Почти сотня суперсил. Это была коллективная сила, которую Вангу Уди собрал, чтобы разобраться с семьей Хуан. Их скальпы они мели при одной мысли об этом. Объединенная сила всех этих экспертов сможет уничтожить все на своем пути. Даже небесный бог падет от их рук. Этот вопрос встревожил нашего старого предка Му Ци. Я слышал, что все они направляются в город Божественного Дана, пока мы говорим, сказал Мужун, что предок Му Ци идет сюда. Остальные старейшины в шоке сглотнули слюну. Му Ци был сильнейшим экспертом в их семье Му, и он не появлялся несколько сотен лет. Никто не ожидал, что он лично отправится в город Божественного Дана. Мужун кивнул, прежде чем продолжить. Я слышал, что у предка Мужуна были довольно хорошие отношения с Хуан Сиалуном. Он, вероятно, придет, чтобы выступить от имени семьи Хуан. Если это так, дела пойдут очень быстро. Ван Гу У Ди уже предупредил, что уничтожит каждую семью, которая осмелится просить о пощаде от имени семьи Хуан. Несмотря на то, что семья Му входит в десятку сильнейших сверхдержав, им не хватало сил, когда дело дошло до клана Ван Гу, занимающего первое место в рейтинге. На лицах всех присутствующих стариков отразилась паника, что, надеюсь, предок Му Ци не наделал глупостей. В конце концов солнце взошло, и начался новый день. Настал день соревнований. Люди заполнили улицы, и казалось, что все население города Божественного Дана движется в одном направлении. Ван Гу У Ди покинул свою резиденцию рано утром. Он повел все, что осталось от его учеников, к месту соревнований. Мы приветствуем господа У Ди. Старший У Ди. По дороге многие люди горячо приветствовали Ван Гу Ди. Ван Гу Ди осмотрелся вокруг, как император, изучающий своих подданных, и удовлетворенно кивнул. Я слышал, что несколько учеников из семьи Ху Ан приняли участие в конкурсе. Ван Гу У Ди повернулся и спросил старейшину из Союза. Да, лорд У Ди, это действительно так. Отменить свои права на участие. Они не должны появляться на территории соревнований. После того, как он заговорил, он на мгновение задумался, прежде чем передать другой приказ. Передай мой приказ. Ученику семьи Ху Ан не разрешается находиться в тысячи метров от Союза Гроссмейстеров Алхимии. Да, старейшина не посмело провергнуть и немедленно ушел, чтобы передать приказ Ван Гу Ди. В секретной комнате семьи Ху Ан Ху Ан Си А Лун глубоко вздохнул. После всех своих усилий ему наконец удалось стабилизировать положение старейшина Восходящей Луны. Когда он увидел, что старик крепко спит, Ху Ан Си А Лун поднялся на ноги и вышел из секретной комнаты. Старший брат, нам удалось собрать новости о том, что именно Ван Гу Ди уволил старейшину Восходящей Луны со своей должности. Когда старейшина отругала его, Ван Гу Ди начал свои безжалостные атаки. Ху Ан Си А Хай рассказал все, что ему удалось узнать о ситуации, в тот момент, когда появился Ху Ан Си А Лун. Лицо Ху Ан Си А Луна помрачнело. Сегодня день соревнований алхимиков, верно. Ван Гу Ди принимает в этом участие, ответил Ху Ан Си А Хай. Погнали. Посмотрим на этого мерзавца. Холодный голос Ху Ан Си А Луна эхом разнесся по воздуху. Глава 1931. Запрещено подходить на тысячу метров здорово. Ху Ан Си А Хай, засмеявшись, показал возбужденное выражение. Когда ты придешь, ты должен оторвать ему голову от шеи. Мы все по очереди пописаем на нее. Я давно хотел сделать что-то подобное. Джан Фу, Джа Ашу и другие согласились с предложением Ху Ан Си А Хая. Ха-ха, верно. Теперь наша очередь поднасрать ему. Нам нужно встать в очередь. Я буду первым. Джа Ашу, ты второй. Джан Фу, ты будешь третьим. Все подшучивали, размышляя о несчастной судьбе Ван Гу У Ди. За последние сто лет все они пережили всевозможные унижения. Прямо сейчас им пора выпустить весь свой гнев и ненависть. Ху Ан Си А Лун посмотрел на группу взрослых, ведущих себя как дети, и он не мог не потерять дар речи. Старший брат со старейшиной восходящей луной все в порядке. Неожиданно спросил Ху Ан Си А Хай. Он в порядке. Сейчас его состояние стабильное. Однако, если он захочет вернуться к своему пику, это может занять некоторое время. Ху Ан Си А Лун отвел тему от старика и продолжил. Пойдем. Сейчас мы отправимся в союз гроссмейстеров алхимии. Подождите меня. Когда они собирались уходить, позади них раздался слабый голос. Они обернулись только для того, чтобы увидеть старейшина восходящей луны, ковыляющего из секретной комнаты. Ху Ан Си А Лун в шоке выпучил глаза и бросился поддержать старика. Старик, ты даже не поправился. На лице старейшины восходящей луны появилась улыбка. С тобой я не умру. Как я могу пропустить такое захватывающее шоу? Я действительно хочу увидеть, как ты оторвешь голову этому мерзавцу. Я первым обоссу его башку. Никому не лезть вперед меня. Ху Ан Си А Хай, Джа Ашу и Джан Фу покорно кивали головами. Поскольку все раны старейшина восходящей луны зажили, ему не грозила опасность, пока он не вступал в драку. Через полминуты Ху Ан Си А Лун привел всех с собой, когда они покинули поместье Мириад Божеств. Они прогуливались по улице, направляясь в союз гроссмейстеров алхимии. Поскольку союз находился не слишком далеко, им удалось прибыть менее чем за полчаса. Старший брат, нам удалось получить известие о том, что Ван Гу Уди собрал экспертов почти сотни суперсил. Прямо сейчас несколько сотен тысяч экспертов спешат из ближайших галактик. Ху Ан Си А Хай напомнил Ху Ан Си А Луну серьезным голосом. Боюсь, что уже несколько сотен экспертов получили вызов в город Божественного Дана. Более сотни суперсил. Хотя они знали, что Ху Ан Си А Лун силен, они не могли не чувствовать себя немного обеспокоенными. Они говорили о более чем сотне сильнейших семейств и сект. Может ли Ху Ан Си А Лун справиться со всеми в одиночку? Маленький сопляк Ху Ан, чего думаешь, сможешь с ними справиться? Спросил старейшина восходящей луны. Ху Ан Си А Лун засмеялся. Твою мать раз так. Так что с того, если их сотня суперсил, я все равно их выебу. Ху Ан Си А Хай и другие в шоке уставились на Ху Ан Си А Луна. Старейшина восходящей луны расхохотался. Верно. Нахуй их так? В аду им сегодня дрочить. Когда они собирались прибыть на место встречи, почти все участники подошли к критическому моменту в своем зельеварении. Ван Гу Уди контролировал бесчисленные лекарственные травы, когда они летали в воздухе. Они превратились в божественных зверей в воздухе, и когда он закончил, в воздухе сформировалось в общей сложности 10 тысяч божественных зверей. Это это 10 тысяч зверей. Я слышал об этом только в легендах. Никогда не думал, что смогу стать свидетелем такого легендарного искусства в своей жизни. В прошлом мастеру Ху Ан удавалось создать божественную таблетку 9 ненастей с помощью аналогичного метода. Схемы 10 тысяч зверей разделены на несколько уровней. Техника лорда Ван Гу Уди выглядит намного совершеннее. Многие из экспертов, которые уже связали свою судьбу с Ван Гу Уди, восхваляли его до небес. На их губах появилась усмешка. Как можно сравнить Ху Ан Си Алуна с лордом Уди? Верно. Лорд Уди – самый талантливый алхимик в мире. Все заговорили, и атмосфера в одно мгновение оживилась. Когда все, наблюдавшие за соревнованием, начали кричать, Ван Гу Уди проигнорировал всех, продолжая создавать свою таблетку. Очень быстро духовная сущность начала собираться, когда начала формироваться его таблетка. Целебный аромат разнесся по площади, и с неба донесся грохот, сотрясающий небеса. В одно мгновение небо потеряло свой цвет. Это молния ненастья. Пришла молния ненастья. Это было слишком быстро. Как можно было вызвать молнию ненастья, если он только начал? Прежде чем они успели отреагировать, молния ненастья собралась, чтобы сформировать молниеносного дракона, прежде чем упасть на Ван Гу Уди. Несмотря на приближающуюся молнию, Ван Гу Уди оставался удивительно собранным. Он открыл рот, и волна цимича появилась, чтобы рассеять молнию ненастья. Однако на этом все не закончилось. Молния ненастья падала, пока восьмая молния не была уничтожена. Ван Гу Уди использовал мечцы, чтобы с легкостью уничтожить молнию ненастья. Всем казалось, что они смотрят на непобедимого бога, наблюдая за ним. Лорд Ван Гу Уди не имеет себе равных. Он должен быть сильнее небесного бога первого порядка. Глава семьи Ленг в шоке закричал. Наконец, девятая молния бедствия упала. Вместо того, чтобы посылать ци своего меча, он просто поднял руку, чтобы ударить молниеносного дракона. Он взорвался в воздухе, как красивый фейерверк. Все в шоке втянули холодный воздух. Здорово. Глава семьи Ленг подпрыгнул и начал хлопать в ладоши. Когда он начал, все обратили внимание и повторили его действия. Как только они ждали, когда Ван Гу Уди разобьет десятый разряд молнии, он остановился. Завораживающий лечебный аромат обрушился на носы всех присутствующих, и столб света устремился в небо. В воздухе появилось несколько божественных пилюль. Божественная таблетка девяти ненастей. Когда они увидели появившиеся таблетки, они поняли, что первое место без сомнения будет принадлежать Ван Гу Уди. В тот момент, когда Ван Гу Уди допил свои таблетки, Хуан Сиалун и другие увидели море людей, стоящих на площади. Толпа кричала снова и снова. Прежде чем Хуан Сиалун смог привезти всех на площадь, ученик Союза Гроссмейстеров Алхимии подлетел и остановил их. Лорд Ван Гу Уди приказал, чтобы ни одному члену семьи Хуан не разрешалось подходить на тысячу метров к территории Союза. Один из ведущих учеников усмехнулся Хуан Сиалуну. Глава семьи Хуан, тебе лучше вернуться. Поскольку семья Хуан двигалась к своему концу, он чувствовал, что ему незачем проявлять вежливость по отношению к Хуан Сиахаю. В глазах Хуан Сиахая и остальных промелькнул гнев. Хуан Сиалун протянул руку, и ужасающая волна всасывающей силы обрушилась на ведущего ученика. Он мгновенно появился перед Хуан Сиалуном. Ты уверен, что мы не сможем войти? Глаза Хуан Сиалуна были холодными, когда он спросил. Хуан Сиалун все еще был директором Союза Гроссмейстеров Алхимии. Он еще никому не передал эту должность. Как посмел Ван Гу Уди передать приказ не позволять действующему директору войти в тысячиметровый радиус от Союза? Когда главный ученик посмотрел в глаза Хуан Сиалуну, в его глазах промелькнул след страха. Однако оно исчезло, когда он подумал о Ван Гу Уди. Он зловеще рассмеялся. Никто не смеет выступить против лорда Уди. Если вы войдете, мы убьем вас, независимо от того, кем вы являетесь. Глава 1932. Восстание семьи Хуан? Убить нас, независимо от нашей личности? Хуан Сиалун нашел это забавным. Подожди, ты прав. Я убью всех, независимо от их личности. Как только тот заговорил, Сиалун сжал ученика в руки. Голова ведущего ученика была вдавлена ему в живот. Когда другие ученики посмотрели на сцену перед ними, они уставились на Хуан Сиалуна с разинутыми ртами. Они никогда не думали, что кто-то на самом деле убьет ученика Союза Гроссмейстеров Алхимии. В конце концов они отреагировали, и все они в ярости закричали на Хуан Сиалуна. Как ты смеешь? Как ты думаешь? Что ты делаешь? Как ты посмел убить ученика Союза Гроссмейстеров Алхимии? Это приведет к гибели твоей семьи. Твоя семья Хуан хочет умереть. Гибель моей семьи Хуан? Смех Хуан Сиалуна наполнил воздух. Похоже, меня не было слишком долго. Даже случайный ученик Союза Гроссмейстеров Алхимии осмелился тыкать пальцем на семью Хуан и кричать. Он даже осмелился проклясть их семью Хуан. Хуан Сиалун бросил труп ученика остальным, и он посмотрел на тысячи учеников, которые окружили их. Я убью всех, кто осмелится преградить мне путь. Когда его слова достигли ушей учеников Союза Алхимиков, их умы охватил гнев. Один из них указал на Хуан Сиалуна и закричал. Нелепо. Кто ты, по-твоему, такой? Никто не смеет убивать учеников Союза Гроссмейстеров Алхимии на их территории. Вы все мертвы. Мертвы. Как только он заговорил, его отправили в полет с одного удара. Хуан Сиалун даже не взглянул на него, пока шел к площади. Убейте их. Другой ученик закричал в ярости, когда его намерение убить прорвалось сквозь небо. Отправьте сигнал бедствия. Сообщите всем экспертам в Союзе. В следующее мгновение ученик выпустил сигнальную ракету. Хуан Сиалун уставился на них, и он не потрудился их остановить. Бум. Вспышка взорвалась в воздухе красивым фейерверком. Все эксперты на месте соревнований обернулись и в шоке уставились на сигнал бедствия. Как только вспышка загорелась, ученики, окружавшие Хуан Сиалуна, бросились на него. Жаль, что они были отправлены в полет бесформенным ветром, прежде чем они смогли даже прикоснуться к нему. Все они упали на землю, и их вырвало обильным количеством крови, окрашивая землю в красный цвет. Хуан Сиалун и остальные не заботились обо всех учениках, пока они продолжали свой путь к Союзу. Видя, как их соученики были избиты до смерти, другие взревели, прежде чем броситься на Хуан Сиалуна и остальных. Никто никогда не осмеливался создавать проблемы в Союзе Гроссмейстеров Алхимии. Убейте. По приказу лорда Ван Гууди мы убьем любого члена семьи Хуан, который шагнет в радиусе тысячи метров от Союза. Все больше и больше учеников атакуют Хуан Сиалуна. Холодный свет вспыхнул в глазах Хуан Сиалуна, и снизошла божественная молния. Все ученики, собирающиеся двинуться к нему, превратились в уголь. Казалось, что Ван Гууди полностью контролировал Союз Гроссмейстеров Алхимии. В таком случае Хуан Сиалун решил омыть Союз кровью. Он очистит Союз кровью его учеников. Когда люди на площади видели Хуан Сиалуна и других, они не могли не почувствовать шок в своих сердцах. Это семья Хуан. Это патриарх семьи Хуан, Хуан Сиахай. Зачем он здесь? Как он посмел заставить своих людей атаковать Союз Гроссмейстеров Алхимии? Он устал жить? Никто никогда в мировой истории не нападал на Союз Гроссмейстеров Алхимии. Он пытается стать врагом всех под небесами? Неужели он действительно думает, что семья Хуан прожила достаточно долго? Как патриарх семьи Хуан, Хуан Сиахай действительно слишком глуп. Несколько экспертов покачали головами, глядя на Хуан Сиахай и его команду. Союз Гроссмейстеров Алхимии был местом сбора всех алхимиков под небесами. Если бы кто-нибудь осмелился атаковать Союз Гроссмейстеров Алхимии, он стал бы общественным врагом всех алхимиков. Если бы в каждой сверхдержаве присутствовали алхимики, они оскорбляли бы весь мир. Семья Хуан объявляет войну всему миру. Ван Гууди, завершивший доработку божественной таблетки девяти ненастей, узнал об этом и рассмеялся. Он чувствовал, что небеса помогают ему, когда семья Хуан пробивала свой путь в Союз Гроссмейстеров Алхимии. Пошли. Мы посмотрим на потрясающие выступления Хуан Сиахая. Ван Гууди смеялся, когда говорил с патриархами семьи, которые сдались ему. Даже я, Ван Гууди, не осмелился бы атаковать Союз Гроссмейстеров Алхимии. Семья Хуан достойна похвалы. Все слышали саркастический тон Ван Гууди и расхохотались. Патриарх семьи Лен усмехнулся. Этих бесполезных собак семьи Хуан нельзя сравнивать с кланом Ван Гу. Когда дело доходит до глупости, я восхищаюсь Хуан Сиаха им. Все, кто слышал, что он сказал, хохотали. Верно. Семья Хуан ничто. Ничто по сравнению со славным кланом Ван Гу. Когда Хуан Сиаха через минуту встанет на колени, чтобы почистить обувь лорда Ван Гууди, лорд Ван Гууди может позволить ему сохранить его собачью жизнь. Ерунда. Даже если он будет лизать туфли лорда Ван Гууди, лорд Ван Гууди ни за что не позволит ему жить. Члены семьи Хуан не избегут своей участи. Патриарх семьи Лен собрал других патриархов позади Ван Гууди, когда они летели к площади. Они не могли перестать смеяться над несчастной судьбой семьи Хуан на своем пути. Очень быстро некоторые из них прибыли на площадь. Они встретили группу Хуан Сиа Луна, которая прибыла в то же время. Обе группы остановились, уставившись друг на друга. Когда Ван Гууди окинул взглядом Хуан Сиа Луны, Хуан Сиахой, он не мог не усмехнуться. Похоже, что старейшина восходящей Луны не умер, чтоб тебя. Его губы изогнулись вверх, когда он продолжил. Я поиграю с тобой позже. Не волнуйся. Я не позволю тебе уйти, как раньше. Несмотря на то, что вся его армия не была там, чтобы поддержать его, Ван Гууди чувствовал, что вполне возможно убить всех присутствующих членов семьи Хуан с помощью всех патриархов семьи, стоящих за ним. Старейшина восходящей Луны усмехнулся. Ван Гууди, ты просто грязная сука. Как я могу умереть, когда ты еще не сдох? Скоро мы оторвем твою башку и обоссым ее. Я дам тебе испробовать своей мочи. Все почувствовали, как бомба взорвалась у них в голове, когда они услышали, что он сказал. Патриарх семьи Луны в приступе гнева закричал. Старик восходящей Луны, как ты смеешь ругать лорда Уди? Ван Гууди поднял руку и остановил патриарха семьи Луны. Он нисколько не рассердился, когда с удовольствием посмотрел на Хуан Сиолуна и его группу. Когда две стороны столкнулись друг с другом на площади, различные старейшины союза алхимиков получили отчеты своих учеников. Семья Хуан хочет умереть. Ван Гу Жачинь, старейшина союза гроссмейстеров алхимии, фыркнул и немедленно передал приказ. Собери все силы, которые есть в нашем распоряжении. Мы убьем всех членов семьи Хуан прямо сейчас. Да, старейшина Жачинь. Как только его приказ был отдан, все эксперты собрались. Другой старейшина, Суньмань, нахмурился. Он чувствовал, что все не так просто, как казалось. Вперед, посмотрим, что происходит. Тихо закричал Суньмань. Остальные старейшины кивнули, вылетая в сторону площади. Многие из старейшин, знавших Хуан Сиолуна, к настоящему времени уже ушли. Но двое из старейшин, знавших Хуан Сиолуна, все еще остались. Суньмань был одним из них, и он был старейшиной с наибольшим авторитетом в союзе гроссмейстеров алхимии. Глава 1933. Самый сильный эксперт. Когда Суньмань, Ван Гужачинь и другие старейшины направлялись к площади, Ван Гуудина смехался над группой Хуан Сиолуна. Твоя идея оторвать мне голову, чтобы обоссать ее, достойно похвалы, но проблема в том, что моя голова прямо здесь. Кто из вас будет ее отрывать? Ван Гуудин указал на Хуан Сиолуна и спросил. Хуан Сиолуна, ты собираешься это сделать? Или это будет Джашу? Джан Фу, может это быть Отай или кто-то еще? Боюсь, что никто из вас не способен на это. Хуан Сиолуна, ты, кажется, забыл, как ты проиграл мне в прошлом. Если бы я не сжалился над тобой и не позволил тебе жить, ты действительно думаешь, что был бы здесь и разговаривал со мной. Ван Гуудин расхохотался. Патриархи, стоящие за ним, тоже не молчали, так как они также хохотали, следуя примеру Ван Гуудин. Хуан Сиолуна, Джашу и все остальные почувствовали, что их лица стали мрачными. Прежде чем они успели что-то сказать, Хуан Сиолун сделал шаг вперед. Я сделаю это, равнодушно сказал Хуан Сиолун. Однако я сломаю все кости в твоем теле, прежде чем разобью твое сердце. Я заставлю тебя постичь судьбу моего мастера. Мастера? В глазах Ван Гуудин мелькнуло подозрение. Он уставился на старейшину восходящей луны и усмехнулся. Старик, когда это ты принял ученика? Кто бы мог подумать, что этот негодяй, твой ученик? Я думал, что он был настоящим экспертом. Похоже, он всего лишь младший. Он всего лишь младший, чей рот набит дерьмом. Все снова рассмеялись. Никто не задумывался над этим. Ван Гууди, если сможешь уклониться от меня хоть раз, я сохраню тебе жизнь. Внезапно заговорил Хуан Сиолун. Все почувствовали, что их челюсти отвисли от шока. Что мы только что услышали. После того, как Ван Гууди оправился от шока, он согнулся от смеха. Ха-ха-ха, вы все это слышали? Этот засранец говорит, что пощадит мою жизнь. Смех патриарха Семьи Лен стал еще более преувеличенным, когда он огрызнулся Хуан Сиолуну. Брат, если ты сам выдержишь хоть один удар от лорда Уди, он помилует тебя. Как только эти слова сорвались с губ патриарха Семьи Лен, фигура Хуан Сиолуна расплылась. Несмотря на то, что он исчез, никто из них не мог понять, как он это сделал. В тот момент, когда фигура Хуан Сиолуна исчезла, Ван Гууди почувствовал беспрецедентное чувство кризиса. Его зрачки сузились, и он инстинктивно направил всю божественную силу в его тело. Он призвал свою божественную броню, чтобы защитить себя. В тот момент, когда появилась его божественная броня, перед ним материализовался Хуан Сиолун. 15-й ход бога драконов, голос Хуан Сиолуна эхом разнесся по площади, и верховное божество дракона в его теле начало вращаться. Бесчисленные драконы вышли из его ладони и бросились на Ван Гууди. Рев бесчисленных драконов заполнил площадь. В одно мгновение все потеряли слух. Единственным звуком, наполнявшим их мозг, был оглушительный рык дракона. Ван Гууди посмотрел на несметное количество драконов, приближающихся к нему, и закричал, прежде чем выстрелить в оба кулака. Непревзойденный убийственный кулак вечного бога. Это был стиль кулака, который он создал после изучения тысячи тысяч кулачных искусств, и он обладал безграничной мощью. Он никогда раньше не демонстрировал этот ход, так как никто не мог загнать его в угол. Это был первый раз, когда его высшая техника была применена. Он был уверен, что его кулак сможет сразить даже эксперта царства небесного бога. Бум! Кулаки Ван Гууди столкнулись с кулаками Хуансия Луна. Звук ломающихся костей разнесся по воздуху, и душераздирающая боль пронзила кулаки Ван Гууди в его мозг. Жалкий крик сорвался с его губ, поскольку он впервые когда-либо чувствовал такую боль. Все видели, как его руки раскалывались, когда кровь хлистала и спор его тела. Его кулак превратился в мясную пасту, а божественная броня на его теле рассыпалась в пыль. Ван Гууди сделал несколько сальто в воздухе, прежде чем врезаться в каменный столб позади него. Столб не остановил его падение, так как секундой позже он врезался в землю площади. Патриарх Семи Лен в шоке уставился на происходящее перед ним. Что касается других экспертов, которые последовали за Ван Гууди на очную ставку, они также были шокированы. Ученики из Союза алхимиков смотрели на сцену над их головами с едва скрываемым шоком на лицах. Даже участники конкурса были ошеломлены. Столб, который не смог остановить Ван Гууди, врезался в землю, посылая пыль и мусор повсюду. Хуан Сиалун не заботился о окаменевшей публике, когда он появился в небе над Ван Гууди. Самый сильный эксперт спросил Хуан Сиалун, глядя на печальную фигуру Ван Гууди под ним. Голос Хуан Сиалуна вернул всех к реальности. Патриарх семьи Лен посмотрел на Хуан Сиалуна с лицом, полным страха. Его руки начали дрожать, когда он посмотрел на монстра перед собой. Другие семейные патриархи, насмехавшиеся над семьей Хуан, почувствовали, что их ноги стали мягкими. Это человек, лежащий на земле, лорд Ван Гууди, спросил один из учеников, присутствовавших на площади. Даже несмотря на то, что перед ним была показана правда, он не осмеливался поверить, что Ван Гууди потерпел поражение. Да это так? Другой ученик ответил. Однако он немного поколебался, прежде чем добавить это неправильно. Возможно, из-за шокирующей демонстрации силы Хуан Сиалуна никто не осмеливался приблизиться к нему. Ван Гууди, лежавший на земле, изо всех сил пытался подняться на ноги. Он посмотрел на Хуан Сиалуна с шоком и страхом, прежде чем закричать от недоверия. Я сильнейший знаток под небесами. Я Ван Гууди. Я не могу проиграть тебе. Это невозможно. Это была репутация, которую он кропотливо создавал, и это была также причина, по которой он мог легко победить старейшину восходящей луны. Хуан Сиалун давно догадывался, что Ван Гууди – талантливая личность. Однако это ничего не значило. Высшие гении, погибшие от его рук во время странствий по великим мирам, были в миллионы, если не в миллиарды раз сильнее Ван Гууди. Хуан Сиалун уставился на Ван Гууди, который бушевал изо всех сил. Не волнуйся. Я уже сказал, что не позволю тебе умереть слишком быстро. Я сломаю все кости в твоем теле, прежде чем разорвать твое сердце. Я оторву тебе голову, чтобы мой мастер и остальные туда поссали. На этот раз никто не осмелился посмеяться над утверждением Хуан Сиалуна. Ван Гууди мгновенно замолчал, прежде чем собрать всю божественную силу в этом теле. Цы тьмы потекла из его тела, и новая пара рук выросла из его плеч. Он превратился в полосу черного света, когда он снова атаковал Хуан Сиалуна. Мне плевать, кто ты. Ты замечтался, если думаешь, что можете убить меня, Ван Гууди. Его кулаки мгновенно достигли груди Хуан Сиалуна. Хуан Сиалун заблокировал кулаки Ван Гууди, медленно подняв руку. Руки Ван Гууди были снова уничтожены, но Хуан Сиалун больше не давал ему времени бездельничать. Он ударил Ван Гууди в грудь, рассеивая всю божественную силу вокруг его тела. Звуки ломающихся костей снова разнеслись по воздуху. Вой Ван Гууди эхом разнесся по площади. Кулак Хуан Сиалуна пробил броню и врезался прямо в тело Ван Гууди. Патриарх семьи Лен и остальные почувствовали, что их сердца трясутся. Хуан Сиалун по-прежнему оставался невыразительным. Он нанес еще один удар, сломав еще больше костей в теле Ван Гууди. Кулак за кулаком обрушился на Ван Гууди. Очень быстро Ван Гууди превратился в груду плоти. Его постигла та же участь, что и старейшину восходящей луны. Глава 1934. Мастер Хуан, вы вернулись. На площади воцарилась тишина, и никто не осмелился заговорить. Единственным слышным звуком был жалкий вой Ван Гууди. С каждым ударом Хуан Сиалуна, Ван Ууди вскрикивал от боли. Крики стали еще более невыносимыми, когда Хуан Сиалун в своих атаках направил Циасуры. Каждый раз, когда Ван Гууди кричал, сердца патриархов, которые шли вместе с ним в битву, дрожали. Очень быстро кровь покрыла тело Ван Гууди. В нем не осталось ни одной кости. В тот момент, когда Хуан Сиалун собирался порвать сердце Ван Гууди, прибыли эксперты из Союза Великих Мастеров Алхимиков. Когда они увидели, что перед ними разыгрывается сцена, все эксперты Альянса Алхимиков втянули холодный воздух. Когда все обратили взоры на окровавленного Ван Гууди, взгляд Суньмань остановился на Хуан Сиалуне. Когда он увидел черты лица Хуан Сиалуна, его сердце затряслось. Как будто он увидел страшное существо, и на его лице появилось выражение изумления. Несмотря на то, что он не видел Хуан Сиалуна тысячи лет, он не мог забыть знакомую фигуру. Образ Хуан Сиалуна уже заклеймил его душу. Он узнал Хуан Сиалуна с первого взгляда. Это это это. Хуан. Хуан. Это Хуан. Прежде чем он смог закончить свое предложение, Ван Гу Жачинь посмотрел на Хуан Сиалуна налитыми кровью глазами. Брат, ты ищешь смерти. Как ты посмел ранить нашего президента? Немедленно отпусти его. Вперед, поторопитесь и убейте этого засранца. Спасите президента. Несмотря на то, что Ван Гууди официально не принял пост президента Союза Гроссмейстеров Алхимии, все уже начали обращаться к нему как к президенту Уди. Голос Ван Гу Жачинь разбудил всех экспертов Союза Гроссмейстеров Алхимии. В одно мгновение бесчисленные эксперты безумно атаковали Хуан Сиалуна. Когда Сунь Маню видел, что происходит, выражение его лица изменилось. Страх расцвел в его глазах, и он хотел остановить их всех. Однако было уже поздно. Ван Гу Жачинь уже начал атаку. Глядя на бросающегося к нему Ван Гу Жачиня, на губах Хуан Сиалуна появилась завораживающая улыбка. Этот человек хотел, чтобы он освободил их президента. В тот момент, когда Сунь Маню видел улыбку на губах Хуан Сиалуна, его сердце почти остановилось. Хуан Сиалун поднял кулак и ударил Ван Гу Уди в самое сердце. Бам! В тот момент, когда кулак Хуан Сиалуна приземлился, на груди Ван Гу Уди образовалась кровавая дыра. Его сердце вышло из его спины. Ван Гу Уди был отправлен на безумной скорости в сторону Ван Гу Жачиня. Выражение лица Ван Гу Жачиня изменилось, и он поспешно протянул руку, чтобы схватить тело Ван Гу Уди. Когда тело прибыло в его руки, он понял, что за ним скрывается ужасающая сила. Вой сорвался с губ Ван Гу Жачиня, когда он направил всю свою божественную силу, чтобы заблокировать удар от сотрясения своей земли. Несмотря на это, он чувствовал, как будто кровь в его теле текла в обратном направлении после того, как он схватил тело Ван Гу Уди. Он выплюнул полный рот крови. Прежде чем он успел среагировать, перед ним появилась фигура. Когда он поднял глаза, Хуан Сиалун уже стоял перед ним, и на его лице появилось выражение шока. Хуан Сиалун нанес еще один удар, и он попал в тело Ван Гу Уди. Кулак пронзил тело Ван Гу Уди и угодил в Ван Гу Жачиня. Ван Гу Жачинь почувствовал себя так, как будто он врезался в древнюю звезду, и его отправили в полет. Тираническая энергия разрушила его тело. Бам! В воздухе раздался оглушительный хлопок, и все увидели, как Ван Гу Жачинь взорвался кровавым туманом над их головами. Их взор заполнил алый свет. Все в шоке могли только смотреть на происходящее перед ними. Ван Гу Жачинь был на пике высшего царства конца 10 уровня. Он был третьим по силе человеком в семье Ван Гу, и он также был третьим по силе экспертом в союзе гроссмейстеров алхимии. Кто-то вроде него был убит одним ударом. Каждый, кто собирался сразиться с Хуан Сиалуном, чувствовал, что их сердца останавливаются. Они с визгом остановились в воздухе. Когда эксперты из союза гроссмейстеров алхимии наконец остановились, Сунь Мань в неистовстве бросился на них. Он кричал изо всех сил. Остановитесь! Все остановитесь прямо здесь! Когда они увидели, как Сунь Мань запыхался от крика на них, всем экспертам показалось, что что-то не так. Сунь Мань проигнорировал всех, подходя к Хуан Сиалуну. На глазах у всех присутствующих он упал на колени. Когда его лицо коснулось земли, в воздухе раздался голос, полный благоговения. Президент Хуан, вы наконец-то вернулись! Президент Хуан, вы наконец-то вернулись! Все смотрели на Хуан Сиалуна с разинутыми ртами. Что касается различных экспертов из союза гроссмейстеров алхимии, они уставились на дрожащего на земле Сунь Мань. Они не отреагировали. Президент Хуан, подождите! Президент Хуан, может ли быть, что, когда они подумали о такой возможности, их охватило чувство страха? Они в шоке уставились на Хуан Сиалуна. Когда старейшины из союза великих мастеров алхимии в шоке уставились на Хуан Сиалуна, патриархи семьи, сопровождавшие Ван Гууди, почувствовали, как кровь стекает с их лиц. Они наконец поняли, кем был человек, стоящий перед ними. Хуан, президент Хуан, патриарх семьи Лен открыл рот и поприветствовал Хуан Сиалуна. Он чувствовал, что его зубы вот-вот выпадут из-за того, как сильно он их скрежетал. Все чувствовали, что их ноги становятся мягкими. Они поняли, что Хуан Сиалун называл старейшину восходящей луны своим мастером. Раньше они не думали об этом, но теперь они поняли, что катастрофа могла обрушиться на их головы. Разве Хуан Сиалун не был учеником старейшины восходящей луны? Хуан Сиалун уставился на Суньмань, лицо которого было на земле, и засмеялся. Ах, Суньмань, я не ожидал, что ты узнаешь меня через столько лет. Его улыбка была теплой, а голос резким. Это было похоже на луч теплого солнечного света в холодный снежный день. Однако Суньмань стало еще холоднее, чем раньше. Его тело не могло перестать дрожать, и его глаза выдавали его страх. Он услышал недовольство в голосе Хуан Сиалуна. Все эти старики знали, что Ван Гууди хотел уничтожить семью Хуан, но вместо того, чтобы заговорить или остановить его, они ничего не сделали. Президент Хуан, я-я-я. Суньмань не смог закончить слова, как бы он ни старался. Хуан Сиалун посмотрел на семерых старейшин из Союза Гроссмейстеров Алхимии, и на его губах появилась усмешка. Согласно правилам Союза Гроссмейстеров Алхимии, каждый должен пройти все пять тестов, прежде чем он сможет стать президентом. Ван Гууди даже не прошел ни одного теста. Я не понимаю, как ему удалось стать председателем Союза Гроссмейстеров Алхимии. Площадь погрузилась в полную тишину. Ян Цзиньвань, старейшина Союза Гроссмейстеров Алхимии, пытался урезонить Хуан Сиалуна. Лорд Ван Гууди обладает беспрецедентным талантом, когда дело касается создания таблеток. Это вопрос времени, когда он завершит тест. Для нас нормально обращаться к нему как президент нормально? Хуан Сиалун засмеялся, когда услышал оправдание, которое дал Ян Цзиньвань. Хуан Сиалун, ты мог бы быть сильным, но ты не можешь изменить текущую ситуацию в одиночку. Один из других старейшин, Юву Гуан, на мгновение поколебался, прежде чем сказать. Освободи президента Ван Гууди прямо сейчас, и мы сможем выступить от твоего имени. Мы можем попросить его простить твою семью. Хуан. Глава 1935. Что с того, если мне придется идти против целого мира? Верно. Хуан Сиалун, клан Ван Гу, семья Ю, семья Ян, семья Бейтан и более сотни сверхдержав объединили свои силы. Пока мы говорим, сюда спешат несколько сотен тысяч экспертов. Старейшина Чинь Син Хуи кричал на Хуан Сиалуна. Независимо от того, насколько вы сильны, вы не сможете сражаться против совокупной силы более сотни сверхдержав. Если вы освобождаете президента Ван Гу, мы изо всех сил будем умолять о пощаде от имени семьи Хуан. В конце концов, вы когда-то были президентом союза гроссмейстеров алхимии. Мы постараемся сохранить вам жизнь. Голос старейшины Чинь Син Хуи был холодным, и не было похоже, что он умолял о пощаде. Похоже, вместо этого он угрожал Хуан Сиалуну. Когда слова сорвались с его губ, Хуан Сиалун расхохотался. Просить о пощаде к семье Хуан, сохранить меня в живых? Как будто он слышал самую смешную вещь за все годы своего существования. Хуан Сиалун не мог перестать смеяться, пока его смех разносился по всей площади. Казалось, что его репутация ухудшилась после того, как он покинул Нижние миры. У него больше не было того престижа, который он когда-то имел. Несмотря на то, что Чинь Син Хуи знал о своей личности, он осмелился обратиться к Ван Гууди как к президенту союза гроссмейстеров алхимии. Он даже не встал на колени, когда увидел Хуан Сиалуна. Мало того, он даже осмелился обратиться к Хуан Сиалуну по имени. Хуже того, он даже хвастался, что жизнь Хуан Сиалуна у него в руках. Когда Сунь Мань, стоявший на коленях перед Хуан Сиалуном, услышал, что говорили другие, его выражение лица изменилось. На его лице появился испуг. Хотя Чинь Син Хуи, Ян Цзинь Ван Югуан не знали, насколько ужасающим был Хуан Сиалун, Сунь Мань был другим делом. Он знал, что Хуан Сиалун был ужасающим персонажем. Хуан Сиалун был в его глазах чудовищем. Когда Ван Гууди, сердце которого было выбито Хуан Сиалуном, услышал, что сказали старейшины, он начал зловеще хихикать. Хуан Сиалун, ты это слышал? Прямо сейчас ты должен освободить меня. Встань на колени и умоляй меня пощадить твою жизнь. Исходя из вашей предыдущей личности в качестве президента союза алхимиков, я мог бы просто пощадить твою жизнь. Он остановился на мгновение, прежде чем продолжить. Я знаю, что ты не хочешь ничего, кроме как убить меня. Однако задумывались ли вы о последствиях? Как только я умру, все собранные мной эксперты не пожалеют средств на истребление семьи Хуан. Неужели ты думаешь, что все твои беды закончатся моей смертью? Ты слишком наивен. Ха-ха-ха. Хуан Сиалун, кого, черт возьми, заботит, если ты самый сильный человек? Ты действительно думаешь, что сможешь противостоять объединенной силе всех подчиненных мне семей? Ван Гууди смеялся до хрипоты. С невыразительным лицом сказал Хуан Сиалун. Несколько сотен тысяч специалистов, я думал, что вы сможете собрать их несколько сотен миллионов. Пока я здесь. Что, если мне придется идти против всего мира? Ужасающая аура вырвалась из тела Хуан Сиалуна и окутала город Божественного Дана. Под безграничной аурой Хуан Сиалуна город начал дрожать. Пока я здесь. Что, если мне придется идти против всего мира? Все присутствующие смотрели на одинокую фигуру Хуан Сиалуна, стоящую в воздухе. Ван Гууди был ошеломлен на минуту, но смех стал громче. Он смеялся над самоуверенностью, наивностью Хуан Сиалуна и его нелепым ходом мыслей. Однако он перестал смеяться, когда Хуан Сиалун щелкнул запястьем. Он оторвал голову Ван Гууди от шеи, и смех прекратился. Улыбка Ван Гууди затвердела на его лице. Все уставились на голову в руки Хуан Сиалуна, и на их лицах появилось выражение шока. Это голова Ван Гууди. Когда старейшины из союза гроссмейстеров алхимии, которые всего минуту назад угрожали Хуан Сиалуну, увидели то, что он сделал. В их глазах вспыхнули изумление и ярость. Хуан Сиалун, ты. Как ты посмел убить президента Ван Гу? Югуан взбесился. Просто подожди, пока твоя семья Хуан будет истреблена. Хуан Сиалун проигнорировал его и бросил голову Ван Гууди членам семьи Хуан за его спиной. Мастер Сиахой, ты можешь обращаться с головой, как считаешь нужным. Как старейшина восходящей луны, Хуан Сиаха и другие не заметили смысла слов Хуан Сиалуна. Малыш, не беспокойся. Мы очень хорошо позаботимся о его голове. Громкий смех старейшины восходящей луны потряс сердца всех присутствующих. СССР внезапно звук текущей воды достиг ушей всех присутствующих. Под ошеломленным взором бесчисленных зрителей старейшина восходящей луны помочился на голову Ван Гууди. Повсюду брызгала моча, и он устроил огромный беспорядок. Несмотря на то, что Хуан Сиалун оторвал голову Ван Гууди, его жизненная сила была огромна. Следовательно, Ван Гууди умер не сразу. Воздух наполнился воплями ярости. Конечно, это была самая глупая вещь, которую он мог сделать, когда старейшина восходящей луны мочился на него. Как только он открыл рот, в рот вошла вонючая жидкость. Это лучшее. Это лучшее, я вам говорю. Громкий смех старейшина восходящей луны потряс мир. Старейшина Югуан в шоке уставился на сцену и продолжал кричать. Это абсурд. Старейшина восходящей луны, вы и все ученики семьи Хуан умрете ужасной смертью. Вы заплатите цену в несколько раз больше. Бегом, спасите президента. Крик Югуана вывел всех из ступора. Он взял на себя инициативу и бросился к старейшина восходящей луны, в то время как остальные старейшины последовали за ним. Было жаль, что Хуан Сиалун отправил его в полет, прежде чем он смог приблизиться к старику. После единственного удара Хуан Сиалуна Югуан прыгнул в воздух, сплевывая свежую кровь один за другим. Тело Хуан Сиалуна расплывалось, и каждый раз, когда он появлялся, старейшина отправлялся в полет. Следующим был Ян Цзиньвань, за ним Чинь Син Хуэй. Вскоре после этого другие старейшины были отправлены в полет. Когда они приземлились на землю, их тела уже раскололись, а органы превратились в кашицу. Когда другие старейшины надсемейства увидели, что случилось со старейшинами союза алхимиков, они бросили осторожность и ринулись к Хуан Сиалуну. Морозный свет вспыхнул в глазах Хуан Сиалуна, и за его спиной появилось тысячи рук. Божественное искусство Сюйми Суньмань, который все еще стоял на коленях на земле, вскрикнул от шока. Как только слова сорвались с его губ, руки позади Хуан Сиалуна начали двигаться. 15-й ход божественного дракона. Искусство клинков Асуры. Когти демона Асуры. Палец, ломающий душу. Божественный кулак пустоты. Бум. Сияние исходило от его тела, когда весь город был освещен. Под обстрелом Хуан Сиалуна город снова затрясся. Патриарх Семьи Лен и другие увидели сцену, которая останется с ними на всю оставшуюся жизнь. Божественные драконы парили в небе, и лезвия формировались, как ветер. Ужасающий дьявол, который, казалось, выполз из ада, предстал перед ними, и бесчисленные золотые ладони покрыли небо. У всех, кто окружал Хуан Сиалуна, в глазах появлялся безудержный страх, когда их охватило чувство безнадежности. Их поглотили великолепные атаки, которые развязал Хуан Сиалун. В одно мгновение тела разбились и взорвались в воздухе. Они исчезли в следующее мгновение, как будто их никогда не существовало. Несмотря на то, что противников больше не было, свет, который излучал Хуан Сиалун, горел ярко. Он исчез только через минуту. Как только свет рассеялся, патриарх Семьи Лен и остальные почувствовали, что их сердца остановились. Они уставились на сцену перед ними и поняли, что Хуан Сиалун практически сравнял площадь перед ними. Даже постройки, окружающие площадь, превратились в мелкую пыль. Что касается тысяч экспертов, посмевших напасть на него, их нигде не было видно. Глава 1936. Наша семья Ю принадлежит божественному миру. Никто не осмелился пошевелить ни единой мышцей своего тела, когда они стали свидетелями ужасающей сцены перед собой. Где эксперты из союза гроссмейстеров алхимии с пустым выражением лица спросил один из учеников, стоявших на площади. Как только вопрос сорвался с его губ, на него уставились меллионы пар глаз. Он был так потрясен, что уменьшился в размерах. Хуан Сиалун уставился на Югуана и остальных. Подняв ноги, он подошел к ним. Когда несколько старейшин заметили идущего к ним Хуан Сиалуна, на их лицах появилось выражение неконтролируемого страха. Они смертельно побледнели. В их глазах Хуан Сиалун был ничем иным, как богом смерти. Несмотря на то, что он продемонстрировал потрясающую силу при убийстве Ван Гууди, они не были так потрясены, как когда он убил бесчисленное количество экспертов за одну секунду. По их словам, Хуан Сиалун был единым целым. Независимо от того, насколько он силен, он не сможет противостоять объединенной силе сотни сверхдержав. Он не мог в одиночку выступить против нескольких сотен тысяч экспертов. Судя по тому, что они видели, они чувствовали себя просто бредовыми. Хуан Сиалун предстал перед несколькими из них и поговорил с Юу Гуан. «Вы из семьи Ю?» Юу Гуан торопливо кивнул и ответил. «Да, да, я. Разве тебе не говорили? Ты можешь обидеть кого угодно, кроме меня, Хуан Сиалуна». На лице Хуан Сиалуна появилась улыбка, и он тихо усмехнулся. «Вы можете обидеть кого угодно, кроме меня, Хуан Сиалуна». Какое гнетущее заявление! Оно звучало в сердцах всех присутствующих на площади. Их души содрогнулись, когда они услышали то, что он сказал. Несмотря на его властное заявление, никто не осмелился даже пискнуть. Никто из них не считал это преувеличением. Когда Юу Гуан услышал, что сказал Хуан Сиалун, его тело начало дрожать. Страх в его глазах увеличился, и отчаяние наполнило его сердце. Человек, о котором упоминал Хуан Сиалун, был самым сильным предком его семьи Ю. Он был знатоком семьи Ю, который не появлялся несколько сотен лет. Хуан. Старший Хуан, можешь ли ты пощадить меня ради нашего старого предка? Голос Юу Гуан дрожал, когда он умолял о пощаде. Все повернулись к Хуан Сиалуну. Хуан Сиалун отказал в просьбе, покачав головой. Ради твоего старого предка я позволю тебе умереть быстрой смертью. Юу Гуан почувствовал, как его тело стало мягким, когда Хуан Сиалун высказался. К этому времени Чинь Синху и Ян Цзиньвани другие уже потеряли сознание. Хуан Сиалун смотрел на них с холодным лицом. Ван Гууди хотел истребить семью Хуан, и все они были его помощниками. Он не мог позволить им жить. Когда вы сдохнете, я и вам головы оторву. Я повешу все ваши головы на городские ворота. Его холодный голос пронзил их сердца. Что? Выражение лица патриарха семьи Лен изменилось. Старший Хуан, ты. Юу Гуан был шокирован, но недолго оставался удивленным. Его сердце наполнилось яростью. Если бы ты только знал, что тебя ждет. Слишком поздно сожалеть об этом. Хуан Сиалун оставался невыразительным, продолжая. С тех пор, как вы вступили в заговор против семьи Хуан Сван Гууди, вы уже определили свои судьбы. Да ладно, из-за ваших планов я убью весь верхний эшелон и основных учеников всех ваших семьей. Доброжелательность к врагу, все равно что быть безжалостным по отношению к самому себе. В прошлом он пощадил расу древних демонов и врата призраков. Прямо сейчас они вместе с семьей Ван Гу работали над заговором против семьи Хуан. Хуан Сиалун никогда бы не повторил одну и ту же ошибку дважды. Ты, ты. Чин Син Хуи, Ян Цзинь. Вы не другие взревели от ярости. Довольно. Есть ли у вас какие-нибудь последние слова? Хуан Сиалун больше не хотел затягивать дела. Вы хотели работать вместе с Ван Гууди, чтобы уничтожить мою семью Хуан. Я только убью всех ваших старейшин и основных учеников. У вашей семьи еще есть шанс выжить. Вы должны быть мне благодарны. Югуан и остальные ошарашенно уставились на Хуан Сиалуна. Хуан Сиалун, я признаю, что ты очень силен. В нижних мирах ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Однако ты не сможешь сделать то же самое в божественном мире. Моя семья Ю, высокопоставленная семья в божественном мире, и если ты осмелишься выполнить то, что сказал эксперт из моей семьи Ю, обязательно выследит тебя. Югуан уставился на Хуан Сиалуна, когда в его глазах вспыхнул холодный свет. Ты можешь подождать, пока моя семья Ю тебя выследит в божественном мире. Высокопоставленная семья. Хуан Сиалун не мог не рассмеяться, когда услышал, как Югуан угрожал ему сверхдержавой из божественного мира. Хуан Сиалун не мог сдержать смеха. В божественном мире было бесчисленное множество императорских дворцов, и высокопоставленная семья перед ними ничего не значила. Высокопоставленная семья хотела его выследить. Несмотря на это, Хуан Сиалун был немного заинтригован. Он не знал, как Югуан смог получить информацию о божественном мире. Может быть, посланник божественного мира открыл ему ситуацию из высших миров? Когда Югуан увидел, как смеется Хуан Сиалун, он снова взбесился. Хуан Сиалун, над чем ты смеешься? Ты вознесся всего несколько тысяч лет назад. Ты не представляешь, как устроен божественный мир. Позволь мне тебе сказать. В моей семье Ю несколько сотен тысяч знатоков небесного бога. С твоим талантом ты, вероятно, должен быть на пике царства небесного бога, верно? Хуан Сиалун хранил молчание, и Югуан чувствовал, что ему наконец удалось взять верх. Ха-ха. Хуан Сиалун, тебе страшно? Югуан хмыкнул. Несколько сотен тысяч небесных богов. Он чувствовал, что Хуан Сиалун будет подавлен силой его семьи Ю в божественном мире. Хуан Сиалун недоверчиво покачал головой, когда услышал, что сказал Югуан. Ему было лень больше разговаривать с Югуаном, и он выкрутил голову движением запястья. Он бросил его рядом с головой Ван Гууди. Югуан явил шокированное лицо. Он не понимал причины решения Хуан Сиалуна убить его после того, как он показал ужасающую силу семьи Ю в божественном мире. Убив Югуана, Хуан Сиалун направился к Чинь Синхуэю. В одно мгновение разные цвета промелькнули перед лицом Чинь Синхуэя, и он плюнул. Хуан Сиалун, наша семья Чинь покорилась дворцу императора Мирного моря в божественном мире. Старый предок нашей семьи Чинь, один из генералов, служивших при императоре Мирного моря. О, император Мирного моря. Хуан Сиалун на секунду был ошеломлен. Разве он не встретил императора Мирного моря только что перед тем, как прибыть сюда? Верно. Чинь Синхуэй с уверенностью заявил, когда он увидел, что Хуан Сиалун узнал императора Мирного моря. Прежде чем он смог продолжить свое предложение, Хуан Сиалун уже оторвал ему голову. К нему пошли присоединиться Ван Гууди и Югуан. Хуан Сиалун подошел к Ян Цзиньваню и спросил. А как насчет тебя? Ты собираешься рассказать мне, как твоя семья Ян связана с императорским дворцом в божественном мире? Ян Цзиньвань смертельно побледнел, когда услышал, что сказал Хуан Сиалуна. Больше не теряя времени, Хуан Сиалун вырвал им все головы и отправил их к Ван Гууди и остальным. Лица экспертов, стоящих за этими патриархами, наконец изменились. Жаль, что Хуан Сиалун был слишком ленив, чтобы иметь с ними дело. Он повернулся к Хуан Сиахаю и остальным. Убить их всех. Несмотря на то, что было всего 200 экспертов из семьи Хуан, их было более чем достаточно, чтобы несколько раз уничтожить оставшуюся семью Лен. В одно мгновение члены семьи Хуан превратились в тигров, бросающихся в стадо овец. Отчаянные вопли наполнили небо, когда члены семьи Хуан высвободили всю свою ярость после столь долгого подавления. Ни одному из членов семьи Лен не удалось умереть целым трупом. Некоторые из их конечностей были оторваны от тел, а у некоторых были проделаны дыры в груди. Хуан Сиалун обернулся, и его взгляд упал на Суньмана. Глава 1937. Принесите мне голову Ван Гууди. Когда Суньмань увидел, что Хуан Сиалун подходит к нему, он почувствовал, как кровь стекает с его лица. Он сжался в клубок и жалобно посмотрел на Хуан Сиалуна. При таком большом количестве прецедентов Суньмань не решался сказать ни слова Хуан Сиалуну. Когда Хуан Сиалун увидел жалкое выражение на лице Суньмана, он нашел это немного смешным. Неужели я такой страшный? Встань, приказал Хуан Сиалун. Суньмань был ошеломлен. Встать. На лице Хуан Сиалуна медленно появилось хмурое выражение, и он повторил свои слова. Если я попрошу встать, встань. Суньмань не решился колебаться, моментально поднявшись на ноги. Он чувствовал себя так, как будто он еле выпал забратно из врат ада, поскольку он знал, что Хуан Сиалун планировал пощадить его жизнь. Фактически, Хуан Сиалун уже спросил Хуан Сиахая и старейшину восходящей луны о ситуации в союзе гроссмейстеров алхимии, прежде чем отправиться на площадь. Он знал, что Суньмань не был на стороне Ван Гууди. Он не поддержал решение Ван Гууди уничтожить семью Хуан, и он просто пытался защитить себя, сидя в стороне. Это была единственная причина, по которой ему удалось сохранить свою жизнь. Конечно, Хуан Сиалун не мог убить всех старейших в союзе гроссмейстеров алхимии. Ему все же пришлось оставить некоторых из них, чтобы контролировать общую ситуацию. Передай мой приказ. Активируйте защитную формацию союза алхимиков. Заблокируйте все от внешнего мира. Голос Хуан Сиалуна разнесся по воздуху. Хуан Сиалун не хотел, чтобы весть о смерти Ван Гууди распространилась. На случай, если это отпугнет экспертов из расы древних демонов, врат призраков и представителей сотни атакующих сверхдержав. Если бы им удалось сбежать и спрятаться в каком-нибудь безлюдном уголке мира, было бы трудно искать их всех. Поскольку большинство его родственников уже вознеслись в божественный мир, Хуан Сиалун не хотел ничего, кроме как поскорее вернуться к ним. Он больше не хотел тратить свое время в Нижнем мире. Да, президент Хуан Суньмань понял намерение Хуан Сиалуна и быстро передал приказ. Он приказал всем ученикам открыть защитный комплекс союза гроссмейстеров алхимии. Как только Суньмань повернулся, чтобы отдать приказ, взгляд Хуан Сиалуна скользнул по всем присутствующим на площади. Я надеюсь, что никто не попытается выдать информацию о произошедших здесь событиях. Я убью любого, кто это сделает. Как только Хуан Сиалун заговорил, через площадь подул холодный ветер. Каждый, у кого были извлечены символы передачи, почувствовал холод в своем сердце, и они поспешно прекратили все, что делали. Всего несколько минут назад никто бы не воспринял Хуан Сиалуна всерьез. Однако теперь все было иначе. Его слова имели больший вес, чем приказы Ван Гууди. Очень быстро строй начал двигаться. Никого не выпускали из города Божественного Дан. Старший брат, мы получили известие, что было много людей, пытающихся сбежать из города Божественного Дана. Они сражались с членами Союза Гроссмейстеров Алхимии. Через полчаса после того, как Хуан Сиалун приказал открыть защитный строй, Хуан Сиахой вернулся, чтобы доложить Хуан Сиалуну. А в глазах Хуан Сиалуна промелькнул морозный свет. Из какой семьи? Это семья Чен. Старейшина Чен Пин был из их семьи. Хуан Сиахой указал на одну из голов и сказал. Ученики семьи Чен действуют так, как будто город принадлежит им, потому что у них есть поддержка старейшины Чен. Они никогда не считались нашей семьей Хуан, и были времена, когда они избивали учеников нашей семьи Хуан. Хуан Сиалун кивнул. Похоже, что ученики семьи Чен не получили известий о том, что я убил Чен Пина. Если бы они узнали, они бы, вероятно, избегали членов Союза Алхимиков, не говоря уже о столкновениях с ними. Пойдем, посмотрим. Хуан Сиалун повернулся к Хуан Сиахою и остальным и сказал. Мы потратим это время, чтобы повесить головы Ван Гууди, Югуан, Чен Пина и других на городскую стену. Хуан Сиахой рассмеялся. Верно. Он остановился на мгновение, прежде чем вздохнуть. Как жаль, что у меня кончилась моча. Я должен был выпить еще воды утром. Все захохотали, когда услышали, что он сказал. Было ясно, что Хуан Сиахой чувствовал, что ему не удалось переложить все свои обиды на голову Ван Гууди. Вскоре Хуан Сиалун и другие члены семьи Хуан начали свой путь к южным воротам. Не прошло и часа, как перед ними предстали массивные ворота. Они могли видеть несколько тысяч учеников, запертых в городе защитным строем. Некоторые из них даже громко спорили с учениками из Союза Гроссмейстеров Алхимии. Несколько десятков учеников дрались с членами Союза Гроссмейстеров Алхимии. Те, кто сражался с учениками из Союза Алхимиков, были именно учениками из семьи Чин. Один из них схватил ученика из Союза Гроссмейстеров Алхимии после того, как ранил его сильным ударом. С его губ сорвался холодный голос. Кто вам приказал заблокировать город? Ты знаешь, кто мы? Как ты посмел преградить нам путь? Я отдал приказ. Холодный голос Хуан Сиалуна раздался позади него. Все обернулись и в шоке уставились на Хуан Сиалуна. Когда ученики семьи Чин обернулись, он увидел Хуан Сиахой рядом с Хуан Сиалун, и в его глазах промелькнуло удивление. Однако вскоре с его губ сорвалась насмешка. Я вижу, что здесь глава семьи Хуан. Хуан Сиахой, вы действительно думаете, что являетесь главой семьи Хуан в расцвете сил? Как вы посмели вступить в сговор с учениками Союза Гроссмейстеров Алхимии, чтобы запечатать город? Ваша семья Хуан стоит меньше пердуна. Разве вы не знаете, что вашу семью вот-вот уничтожат? Почему вы до сих пор тратите время, делая все эти бесполезные вещи? Как только он закончил допрос, Хуан Сиахой ударил его по лицу. Его отправили в городскую стену позади него. Хуан Сиахой повернулся к Хуан Сиалуну и сказал. Он младший сын Чен Пина. Хуан Сиалун кивнул. Младший сын Чен Пина выплюнул кровь, прежде чем подняться на ноги. Он впился взглядом в Хуан Сиахая. Семья Хуан умрет. Хуан Сиахой, как ты посмел меня ударить? Ты не боишься обидеть моего отца? Хуан Сиалун не хотел терять зря. Он просто повернулся к Хуан Сиахаю и сказал. Вынеси ему голову Чен Пина. Под ошеломленными взглядами всех присутствующих Хуан Сиахой вытащил голову, истекающую кровью. Голова Чен Пина предстала перед всеми присутствующими, и они увидели выражение нескрываемого страха на его лице перед тем, как его убили. Выглядело даже так, будто перед смертью он умолял о пощаде. Младший сын Чен Пина смотрел на голову отца перед собой и не смел моргнуть. Выньте головы Ван Гууди и остальных. Повестили их всех на городских воротах. Хуан Сиахой сделал именно то, что ему было сказано, и головы Ван Гууди и других появились в его руке. Когда окружающие видели голову Ван Гууди, был слышен звук глотания. Все присутствующие почувствовали, как в их голове взорвалась бомба, а их спину залил холодный пот. Когда по их лбу стекал пот, на земле образовывались лужи воды. Хуан Сиахой махнул рукой. В одно мгновение головы Ван Гууди, Югуан, Чен Кпин и другие влетели в городские ворота. С головой Ван Гууди в центре, их жалкие выражения на лицах приветствовали бы прибытие любых прибывающих в город Божественного Дана. Глава 1938. Возвращение в Божественный мир В тот момент, когда головы появились на городских стенах, несколько сотен тысяч экспертов из различных сверхдержав объединились и устремились к городу Божественного Дана. Клан Ван Гу, раса древних демонов и врата призраков вели впереди, а за ними следовали бесчисленные эксперты. Как только они прибыли в мир Божественного Дана, они объединились в единую армию и взлетели прямо к городу Божественного Дана. На этот раз клан Ван Гу возглавлял Ван Гу Чэн Юэ. Он был братом-близнецом Ван Гу Чэн Луна, которого не так давно убил Хуан Сиа Лун. Я уже говорил это раньше. Мы должны были давно истребить семью Хуан. Если бы мы убили их всех несколько лет назад, Ван Гу Чэн Лун и другие остались бы живы. Вождь расы демонов с сожалением вздохнул. Выражение лица Ван Гу Чэн Юэ стало мрачным, и он зарычал. Я определенно собираюсь убить Хуан Сиа Хэ. Я убью его двумя руками. Я размолота его детей в мясную пасту, прежде чем скормить его своему скакуну. Когда клан Ван Гу получил известие о смерти Ван Гу Чэн Луна вместе с кончиной почти сотни экспертов их расы, гнев затуманил их умы. Они почти сошли с ума. Будучи братом-близнецом Ван Гу Чэн Луна, желание убивать Ван Гу Чэн Юэ взлетело в небеса, и он поклялся уничтожить семью Хуан. Глава секты Врат Призраков усмехнулся. Брат Ван Гу Чэн Юэ, тебе не о чем беспокоиться. Как только мы схватим Хуан Сиа Хэ, мы передадим его тебе. Ты можешь делать с ним все, что хочешь. Странно. Лорд Ван Гу Уди не ответил мне, когда я связался с ним минуту назад. Мокан из секты Древней Расы Демонов нахмурился. Лорд Ван Гу занял первое место в соревновании, и, вероятно, сейчас он наслаждается празднованием. Зачем ему смотреть на твое сообщение? Глава секты Врат Призраков усмехнулся. С силой лорда Ван Гу Уди, кто сможет доставить ему неприятности? Мокан кивнул, поразмыслив с мгновения. В его словах был смысл. Всем им была ясна сила Ван Гу Уди. Мы прибудем в город Божественного Дана через несколько часов. Ван Гу Чэн Юэ посмотрел в сторону города, когда ужасающее намерение убивать вырвалось из его тела. Будем надеяться, что члены семьи Хуан не воспользуются шансом сбежать. Семья Ю-патриарх Юэйн засмеялся. Брату Ван Гу Чэн Юэйн не нужно об этом беспокоиться. Лорд Ван Гу Уди контролирует союз гроссмейстеров алхимии. Даже комар не сможет убежать. Ван Гу Чэн Юэйн кивнул, когда услышал, что сказал Юэйн. Через несколько часов. Объединенная армия сверхдержав, призванная Ван Гу Уди, увидела перед собой очертание города Божественного Дана. В тот момент, когда картина вошла в их глаза, все они не могли не ускориться. Они подходили все ближе и ближе к городу Божественного Дана. Однако крик удивления сорвался с губ Ван Гу Чэн Юэйн, когда он уставился на вид на городских стенах. Он увидел несколько предметов, висящих на стенах, но не смог их идентифицировать. Что это? Глава секты Врат Призраков также заметил аномалию. С тех пор, как Союз Гроссмейстеров Алхимии открыл защитный массив, никому не удавалось видеть предметы, висящие на городских стенах. Даже после того, как открыли свой небесный глаз. Сотни тысяч экспертов приближались к городу Божественного Дана. Что-то не так. Удивленно воскликнул Мокан. Почему здесь нет никого, кто бы нас поприветствовал? Все почувствовали дрожь в своих сердцах, когда они услышали, что он сказал. Тихо пробормотал глава секты Врат Призраков. Не говори мне, что-то случилось в городе Божественного Дана. Лорд Ван Гууди уже объявил войну семье Хуан. Поэтому нас никто не поприветствовал. Ван Гу Чин Юй не смог сдержать своих подозрений и крикнул. Поторопитесь. Все они больше ничего не сдерживали, когда бросились к городу Божественного Дана со всем, что у них было. Вскоре они подошли к городским воротам. Мокан внезапно остановился, когда на его лице появилось выражение шока. Он смотрел на предметы, свисающие с городской стены, и его челюсти упали на землю. Раньше они не могли четко видеть предметы. Однако они были достаточно близко, чтобы заметить черты лиц висящих на стене голов. Это были главы Ван Гууди и некоторые из старейшин. Голова Ван Гууди висела на стене. Нет-нет-нет. Тело Моканга начало дрожать. Он почувствовал, как будто мир рухнул на него, когда он повернулся, чтобы посмотреть на лицо на голове рядом с Ван Гууди. Ю Гуан Чин Син Хуэй Чен Пин Ян Цзинь Вэнь. Каждый раз, когда они узнавали лицо головы, висящей на стене, их сердце пробегала дрожь. Ван Гу Чен Юэй и остальные замерли, как вкопанные, когда осознали личности голов, висящих на стене. В их глазах появилось выражение страха и шока, когда они с недоверием уставились на головы. Ван Гууди. Глава секты Врат Призраков вскрикнул от шока, нарушив тишину. Это иллюзия. Это нереально. Иллюзия. Ван Гу Чен Юэй и остальные почувствовали, как в их голове загорелась лампочка. Однако они не могли отреагировать, поскольку ослепляющие лучи света падали на их глаза. Хуан Сиа Лун. Хуан Сиахэй. Джа Ашу. Старейшина Восходящей Луны и другие появились изнутри города. Хуан Сиахэй. Это ты. Глаза Ван Гу Чен Юэй покраснили, когда он увидел Хуан Сиахэя. Ты посмел убить моего брата и запутал нас странными иллюзиями. Будучи слишком ленив, чтобы объяснить им ситуацию, Хуан Сиа Лун махнул рукой. Из города Божественного Дана текли бесконечные потоки экспертов, и если их не было сотни миллионов, то, вероятно, их было несколько десятков миллионов. Огромная армия окружила всех, кого Ван Гу Чен Юэй привел с собой. Убив Ван Гу Уди, Хуан Сиа Лун получил контроль над всеми экспертами в Божественном городе Дан. Это Ван Гу Чен Юэй и остальные в шоке уставились на происходящее. Убить их, голос Хуан Сиа Луна разнесся по воздуху. В одно мгновение эксперты устремились к Ван Гу Чен Юэй бесконечным потоком. Сверепый рев заполнил небо. Хуан Сиа Лун уже пообещал им 10 тысяч божественных камней высшего качества за каждого старейшины, которого они смогут убить. Награды было достаточно, чтобы свести с ума любого из них, и они бросились прочь, не заботясь о своей жизни. Глядя на то, как враги бросаются к ним, разрываясь от намерения убить, Ван Гу Чен Юэй снова обратил внимание. Он взревел. Как вы все смеете? Вы смеете атаковать мой клан Ван Гу. Вы пытаетесь бунтовать. Было жаль, что никто не заботился о Ван Гу Чен Юэй. Вместо этого они еще больше загорелись. Поскольку они уже связались со своей судьбой с Хуан Сиа Луном, для них больше не было пути отступления. Зловоние крови заполнило все место. Звуки битвы длились полдня, прежде чем медленно затихнуть. Выражение лица Хуан Сиа Луна стало ледяным, когда он увидел труп Ван Гу Чен Юэй вместе с патриархом Семи Элин. Каждый эксперт, приходивший в город Божественного Дана, был убит. Хуан Сиа Лун отказался пощадить даже одного из них. Несколько дней спустя в Поместье Мире от Божеств, Хуан Сиа Лун посмотрел на Хуан Сиа Хая и сказал. Сиа Хай, ты действительно не собираешься подняться в Божественный мир вместе со мной? В эти несколько дней Хуан Сиа Лун нанес визит клану Ван Гу, Семьи Элин, вратам призраков, расе древних демонов и другим сверхдержавам. Он прогулялся по их штабу и перебил всех до последней собаки. Поскольку он уже все уладел в Нижнем Мире, он почувствовал, что пора вернуться в Божественный Мир. Хуан Сиа Хай покачал головой. Несмотря на то, что клан Ван Гу был уничтожен, есть еще масса вещей, о которых нужно позаботиться. Я должен позаботиться о семье Хуан, прежде чем отправиться искать тебя. Ладно. В мгновение ока Хуан Сиа Лун открыл путь обратно в Божественный Мир и ввел Старейшину Восходящей Луны. Все пути, Фэйхау, Отае, Девятихвостого Белого Леса и других в туннель. Глава 1939 Преследование семьи Ю В тот момент, когда они вошли в туннель, все, кроме Хуан Сиа Луна, почувствовали, как небо переворачивается вверх ногами, и их видения потемнели. Поскольку они впервые поднимались в Божественный Мир, они не могли не нервничать в своих сердцах. Однако свет прорвался сквозь тьму и осветил мир перед ними. Когда их тела стали легкими, как перышки, они медленно спустились к земле. Последовали удивленные крики, и они начали танцевать. Как только они собирались врезаться в землю, появилась мощная аура и заперла их всех в пространстве. Они парили в нескольких дюймах от земли. Все в порядке? Внезапно спросил Хуан Сиа Лун. У нас все хорошо. Старейшина Восходящей Луны пришел в себя и покачал головой. Это Божественный Мир. Духовная энергия такая плотная. Она, по крайней мере, в несколько раз более концентрирован, чем в Нижнем Мире. Все пути втягивал духовную энергию со всех сторон вокруг себя и кричал от шока. Старейшина Восходящей Луны был удивлен, когда огляделся вокруг. С губ Хуан Сиа Луна сорвался с мешок. Это всего лишь один из меньших миров в Божественном Мире. Такая концентрация духовной энергии здесь повсюду. Когда доберемся до супермира, вы сможете почувствовать разницу. Если вам удастся войти в штаб-квартиру различных сверхдержав, вы даже сможете почувствовать духовную энергию в тысячу раз более концентрированную, чем здесь. Все в шоке выпучили глаза, глядя на Хуан Сиа Луна. Тысячи раз. Хорошо, давайте пойдем отсюда. Сказал Хуан Сиа Лун, выводя летающий корабль Короля Ада. Когда они увидели огромный летающий корабль, появившийся в воздухе, все в шоке проглотили слюну. Малыш, это летающий корабль из Божественного Мира? Все летающие корабли здесь такие огромные? Старейшина Восходящий Луна не мог не спросить. Они чувствовали гнетущую ауру, исходящую от летающего корабля Короля Ада, и все чувствовали себя меньше муравья. Нет, они чувствовали себя пылинкой, стоящей перед ним. Когда Хуан Сиа Лун увидел, насколько любопытен Старейшина Восходящей Луны, он усмехнулся. Это действительно летающие корабли с Божественного Мира. Однако летающие корабли здесь делятся на разные классы. Не все из них так впечатляют, как этот. Объяснив различные уровни Божественных артефактов, обнаруженных в Божественном Мире, Хуан Сиа Лун привел их всех на борт летающего корабля. Рядом с ним появились четыре зверя, и он послал их управлять кораблем. Все они мгновенно покинули крошечный мир. Когда все увидели четырех зверей, они не могли не почувствовать дрожь в своем сердце. Мастер секты, разве Юву Гуан не сказал что-то о его семье Ю, имеющей сто тысяч небесных богов? Поскольку Юуэ и другие сбежали в Божественный мир, разве они не раскроют все о нас своим экспертам? Что, если они отдадут приказ выследить нас? Беспокойство наполнило сердце Фэйхау, когда он робко спросил Хуан Сиа Луна. Несмотря на то, что Хуан Сиа Лун в одиночку истребил клан Вангу в Нижнем Мире, Вангу Инху и Юуэ и другим удалось сбежать в Божественный мир до того, как Хуан Сиа Лун смог их поймать. На лицах Старейшины Восходящей Луны и остальных появилось тревожное выражение. Хуан Сиа Лун засмеялся и моргнул. Ни о чем беспокоиться. Прямо сейчас я ученик Дворца Императора Удачи. Семья Ю и клан Вангу не будут искать неприятностей, охотясь за мной. Императорский Дворец Удачи. На лице Старейшины Восходящей Луны отразилось подозрение. Насколько силен Дворец Императора Удачи? Связаны ли они с Вратами Удачи в Нижнем Мире? Хуан Сиа Лун объяснил. Небесный Двор контролирует Божественный мир, а под Небесным Двором находятся различные сверхдержавы. Все они имеют в названии Императорский Дворец, а этих Императорских Дворцов больше, чем вы можете сосчитать. Семья Ю – сила высокого ранга, но они все еще находятся ниже Императорских Дворцов. Что касается Императорского Дворца Удачи, он входит в сотню лучших Императорских Дворцов в Божественном Мире. Конечно, Императорский Дворец Удачи связан с Вратами Удачи в Нижнем Царстве. Когда старейшина Восходящей Луны услышал, что Хуан Сиа Лун был учеником Императорского Дворца Удачи, на его лице появилось удивление. Он разразился смехом. Малыш, похоже, ты прекрасно ладишь в Божественном Мире. Процесс отбора во Дворец Удачи должен быть чрезвычайно строгим, не так ли? Никогда бы не подумал, что ты сможешь пройти отбор. Хуан Сиа Лун усмехнулся, когда услышал, что сказал старик. В его глазах вспыхнул озорной блеск, когда он сказал, я необычный ученик во Дворце Императора Удачи. Патриарх Дворца Императора Удачи называется Императором Удачи, и у него есть несколько предков. Ниже предков, мастера зала, великих старейшин и старейшин. Я личный ученик главы мастеров зала Чжаолия. Личный ученик главы мастеров зала. Все испытали прилив радости, когда услышали, что он сказал. Значит, ты личный ученик главы мастеров зала Императорского Дворца Удачи. Неудивительно, что ты осмеливаешься оскорбить семью Ю и Клан Вангу. Фейха усмехнулся. Изначально все опасались угрозы семьи Ю. Они боялись, что семья Ю их выследит, а Клан Вангу доставит им неприятности. Но когда они услышали, что Хуан Сиолун был личным учеником мастера зала Дворца Императора Удачи, они вздохнули с облегчением. Им показалось, что с их груди подняли массивный валун. Малыш, а что находится выше Царства Небесного Бога? С любопытством спросил старейшина Восходящей Луны. За этим следует Царство Древнего Бога, за которым следует Царство Бога Предка. Пройдя через Царство Бога Предка, человек попадет в Царство Короля Бога. После этого идет Царство Небесных Монархов, а затем Царство Императора, сказал Хуан Сиолун. Обычно каждый предок Императорского Дворца будет экспертом Императорского Царства. Для таких семей, как семья Ю их патриарх будет в Царстве Небесного Монарха. Наверное, очень трудно прорваться в Царство Древнего Бога, верно? Ты уже так давно вознесся. Ты уже прорвался в Царство Древнего Бога? Спросил старейшина Восходящей Луны. Древний Бог. Хуан Сиолун подумал о том времени, когда он был Древним Богом. Поразмыслив, он ответил. Фактически, я прорвался через Древнего Бога давным-давно. После размышлений Хуан Сиолун решил не рассказывать им о своей истинной силе. Он боялся, что им нанесут слишком сильный удар. В конце концов, они рано или поздно узнают о его силе. Хуан Сиолун достал символ передачи и связался с торговой палатой Серебряного Леса. Он попросил их найти его родителей Иши Сиафыя. После этого он связался с Императорским Дворцом Великого Тумана, Дворцом Императора Воинственных Демонов, Дворцом Боевых Шаманов, Организации Короля Мира Пустоты и всех сил, кого он мог достичь. Он поприветствовал их всех. Все, что он хотел сделать, это ускорить поиск своих родителей Иши Сиафы. «Малыш, мы идем в штаб-квартиру Дворца Удачи?» Спросил старик, когда увидел, что Хуан Сиолун контактирует с внешним миром. «Да, мы отправимся во Дворец Императора Удачи». Когда Хуан Сиолун и другие направлялись к Дворцу Императора Удачи, несколько человек гудели на крошечном мире. Это были именно Ван Гуинь Хуэй, Юэй и Чэн Цзуньэ. Юэй открыл рот и предположил. «Я уже связался с членами моей семьи секретным методом. В этом мире есть ветвь моей семьи Ю, и начальник этой ветви пришлет экспертов, чтобы поприветствовать нас». В его глазах внезапно промелькнул холодный свет. «Я ни за что не забуду истребление моей семьи Ю в Нижнем Царстве». «Хуан Сиолун, просто подожди, и мы настигнем тебя». Голос Ван Гуинь Хуэя тоже был тяжелым. «Я также связывался с экспертами из моего клана Ван Гу». «Хуан Сиолун, раз ты посмел убить всех членов моего клана Ван Гу в Нижнем мире, пеняй на себя». Глава 1940 «Семья Ю падет». Очень быстро Юуэя, Ван Гуинь Хуэй и Чэн Цзун и встретили экспертов из семьи Ю. Семья Ю прислала эксперта Царства Древнего Бога. Он относился к Юуэй и остальным крайне уважительно. Если бы какой-нибудь случайный ученик из их семьи вознесся, не было бы абсолютно никаких шансов, что эксперт Царства Древнего Бога придет, чтобы поприветствовать их. Даже небесные боги не будут приветствовать недавно вознесенных учеников». Ючуф и эксперт, пришедший их поприветствовать, указал на город перед ними и сказал, «Это город Гуэя. Здесь находится наш филиал. Наша семья Ю контролирует весь город Гуэя, а властитель города – старейшина нашей семьи». Он не мог не похвастаться новоприбывшим достижениями семьи Ю. Когда три человека посмотрели на бескрайний город, стоящий перед ними, они не могли не почувствовать дрожь в своих сердцах. С таким огромным городом, находящимся под контролем одной семьи, любой мог сказать, что семья Ю сильно. Глядя на шокированные выражения их лиц, Ючуф и невольно рассмеялся. «Мир, на котором мы стоим, называется миром Далу. Наша семья, расположенная здесь, называется ветвью Далу. В этом мире под нашим контролем находится более трех тысяч городов. Город Гуэя – просто один из средних по размеру. Что? Более трех тысяч городов. Юя удивленно закричал. Двое других не могли скрыть потрясение на лице, когда услышали, что он сказал. Они были поражены, когда узнали, что город Гуэй принадлежит семье Ю. Никогда в своей самой смелой фантазии они не подумали бы, что город Гуэй был одним из трех тысяч городов, контролируемых семьей Ю. Не говоря уже о том, что ими управляла ветвь семьи семья Ю. Наша семья Ю считается одной из трех крупнейших фракций в мире Далу. Ю Чу Фа Ю смехнулся и продолжил. Не будет преувеличением сказать, что если наш начальник отделения семья Ю топнет ногами, он сможет потрясти мир Далу. Юуэй был ошеломлен на секунду, прежде чем его переполнила радость. Разве ветка семья Ю уже была таким ужасающим существованием? Разве главная семья не была бы еще сильнее? Чем сильнее была семья Ю, тем лучше ему было выследить Хуан Сиа Луна. Он сможет заставить Хуан Сиа Луна почувствовать отчаяние. Юуэй повернулся к Ю Чу Фа и спросил. Старший Чу Фа, означает ли это, что наша семья Ю – ужасающее присутствие в божественном мире? На лице Ю Чу Фа появилась ухмылка. Наша семья Ю входит в сотню лучших семей божественного мира. Некоторые из более слабых императорских дворцов не осмелились бы нас напрасно обижать. Юуэй вздохнул с облегчением, когда услышал, что сказал Ю Чу Фа. Он повернулся к двум другим и засмеялся. Конечно, я знаю, что нельзя смотреть свысока на силу семьи Чин. Конечно, мне не нужно упоминать, насколько силен дворец Вечного Императора. Именно потому, что Ван Гу Инхуэй был членом Дворца Вечного Императора, семья Ю послала эксперта царства Древнего Бога, чтобы поприветствовать их. Старший Чу Фей, мой Вечный Императорский Дворец считается одной из сверхдержав в божественном мире? Удивленно спросил Ван Гу Инхуэй. Несмотря на то, что клан Ван Гу сумел узнать о силе своего покровителя в божественном мире, это было всего лишь на словах. Никто из них не подозревал, насколько силен Вечный Императорский Дворец. Ю Чу Фа усмехнулся. Ваш Вечный Императорский Дворец чрезвычайно силен. Такие первоклассные семьи, как наша семья Ю, стоят намного ниже Императорских Дворцов. Более того, ваш Вечный Императорский Дворец входит в 300 лучших Императорских Дворцов в божественном мире. Входит в 300 лучших. Ван Гу Инхуэй почувствовал прилив радости в своем сердце. Хуан Сиалун. Ах, Хуан Сиалун, боюсь, ты даже не представляешь, насколько силен мой Вечный Императорский Дворец в божественном мире. Ты можешь быть экспертом в Нижнем Царстве, но я боюсь, что здесь ты всего лишь мелкая сошка. На каком крошечном мерке ты прятался последнюю тысячу лет? Боюсь, ты даже не знаешь, что есть Императорский Дворец, который называется Вечный. Фактически, если бы Хуан Сиалун оставался во Вьентьяне, когда он только вознесся, он не вступил бы в контакт с различными Императорскими Дворцами. Вскоре все трое встретились с руководителем отделения Ю, Ю Чингуэном. После того, как они выразили свое почтение, Ю Чингуэн начал расспрашивать о ситуации в Нижнем мире. Глава семьи, наша семья Ю была истреблена кой-кем из низшего царства. Юэй упал на колени, и на его лице появилось выражение отчаяния. Вы должны отомстить за учеников, погибших в Нижнем мире. Что? Члены моей семьи Ю погибли в Нижнем Царстве. Ю Чингуэн резко поднял голову и взбесился. Кто? Кто это сделал? Намерение убийства вырвалось из его глаз. Из какой он семьи, а не из Божественного мира. Как они посмели убивать членов моей семьи Ю в Нижнем Царстве? Я убью всех, кто связан с ними в Божественном мире. Юэй почтительно поклонился и сказал. Он ученик из низшего царства. Его зовут Хуан Сиалун. Что? Ты? Что ты только что сказал? Хуан. Хуан Сиалун. Разъяренный Ю Чингуэн мгновенно замолчал. Он упал со своего места, и его тело затряслось. Атмосфера в зале изменилась. Все эксперты филиала семьи Ю занервничали. Когда все трое увидели перемену вокруг себя, их сердца наполнились тревогой и подозрением. Глава семьи Чингуэн это. Юэй в шоке округлил рот. Ю Чингуэн бросился к Юэй и схватил его за шиворот. Улыбка уже исчезла, и ее сменил взгляд чистой ярости. Слюна брызнула на лицо Юэя, когда он выдавил слова изо рта. Повтори то, что ты только что сказал. Ты ты сказал, что его зовут Хуан Сиалун. Юэй и остальные увидели злобное выражение лица Ю Чингуэна, и они так испугались, что их души чуть не вылетели из их тел. Да, да. Его зовут Хуан Сиалун. Юэй запнулся. Как будто силы в его теле оставили его. Ю Чингуэн в шоке уронил Юэя. В его глазах появилось пустое выражение, и он пробормотал себе под нос. Глава семьи. Есть ли шанс, что это просто тезка? Может, это не тот, вдруг заговорил старейший на ветве семьи Ю. Юэя, Ван Гуин Хуэй и Чэн Цзун и в шоке уставились друг на друга. Есть ли в божественном мире знаменитость по имени Хуан Сиалун? Ю Чингуэн внезапно пришел в себя. В его глазах вспыхнул свет, и он засмеялся. Верно? Конечно, должно быть. Как может Хуан Сиалун вернуться в Нижнее Царство? Ю Чингуэн повернулся к Юэй и попросил. Говори. Расскажи мне все, что ты знаешь о Хуан Сиалуне. Юэй не знал, что сказать, и он мог только рассказать все, что знал о Хуан Сиалуне. Ты что ты сказал? Хуан Сиалун вознесся в божественный мир несколько сотен лет назад. В тот момент, когда весть о восхождении Хуан Сиалуна достигла ушей Ю Чингуэна, его глаза чуть не вылезли из орбит. Казалось, его сердце остановилось в одно мгновение. Да. Судя по разнице во времени, Хуан Сиалун вознесся в божественный мир несколько сотен лет назад. Юэй почувствовал, как сжимается его грудь, когда он продолжил. Несколько дней назад Хуан Сиалун использовал неизвестный метод, чтобы вернуться в Нижнее Царство. Он истребил клан Вангу, семью Чин, расу древних демонов, клан Вангу и врата призраков. Он даже уничтожил несколько сотен сверхдержав в Нижнем мире. Независимо от того, насколько хорошо Юэй описывал действия Хуан Сиалуна, когда тот вернулся в Нижние миры, Ючин Гуан не слушал ничего из этого. Он сел на землю и уставился в пространство безразличными глазами. Согласно тому, что говорил Юэй, была 99% вероятность того, что Хуан Сиалун, о котором он говорил, был тем же самым Хуан Сиалуном, которого все знали. Семья Ю падет. Глава 1941. Человек номер один в молодом поколении Божественного мира. Глава семьи что-то не так? Когда Юэй увидел Ючин Гуана, равнодушно сидящего на земле, он не мог не спросить, есть ли в Божественном мире крупная фигура с таким же именем, как Хуан Сиалун. Ючин Гуан внезапно рассмеялся, и он не мог перестать смеяться. Несколько сотен лет назад действительно был ребенок по имени Хуан Сиалун. Он поднялся из Нижнего Царства, и что Хуан Сиалун был учеником крошечной секты, расположенной в мире в Янтьян. Голос Ючин Гуана разносился по залу громко и отчетливо. Юэ, Ван Гуин Хуэ и Чэн Цзун и знали, что Хуан Сиалун, которого описывал Ючин Гуан, определенно был Хуан Сиалун, о котором они говорили. После этого, когда Дворец Удачи открыл свой отбор учеников во Вьянтьяне, Хуан Сиалун поучаствовал и занял первое место. Он был принят в качестве личного ученика-предка, находившегося в филиале Императорского Дворца Удачи в мире в Янтьян. В тот момент, когда все трое услышали, что сказал Ючин Гуан, их выражения изменились. Кроме того, не так давно все Императоры почувствовали, что в Божественном мире должно произойти что-то грандиозное, и они решили принять гениальных учеников из своих Дворцов Ветвей в Главный Дворец. Хуан Сиалун также занял первое место в грандиозном турнире Дворца Императора Удачи. Что? Трое из них закричали в унисон, и начали дрожать. Когда все трое услышали, что Хуан Сиалун занял первое место в простом дворце-филиале Императорского Дворца Удачи, они все еще надеялись отомстить. Они никогда не думали, что Хуан Сиалун сможет занять первое место на конкурсе главного дворца. После этого глава мастеров Зала Чжаолы принял Хуан Сиалуна в качестве своего личного ученика. Ю Чжан Гуан проигнорировал шок на их лицах и продолжил, какое место занимает Императорский Дворец Удачи в Божественном мире. Они входят в число лучших. По его просьбе голос Юуи становился все тише и тише. Когда Ю Чжан Гуан ответил на вопрос, его сердце охватило несметное количество эмоций. 61-е. Они занимают 61-е место среди всех Императорских Дворцов. 61-е. Юуи и двое других затаили дыхание. Не удивительно, что лица всех изменились, когда они услышали, что человеком, который истребил семья Ю, был Хуан Сиалун. Ван Гуин Хуэй на мгновение поколебался, прежде чем спросить. Старший Чжан Гуан, даже несмотря на то, что они занимают 61-е место, они, вероятно, не станут атаковать мой Императорский Дворец Ван Гуэй за ученика, верно? Ученик. Один из старейших из семьи Ю уставился на Ван Гуин Хуэя, как на отсталого. Неужели вы думаете, что мы будем так бояться, если Хуан Сиалун будет простым учеником Дворца Императора Удачи? Все трое в шоке уставились на старшего. Может быть, у него другая личность в божественном мире? Чэн Цзун и не смог сдержать своих эмоций и спросил. Ю Чжан Гуан продолжил. Вы знаете о битве при Небесном Суде? Даже не дожидаясь их ответа, Ю Чжан Гуан начал рассказывать свою историю. Битва при Небесном Суде происходит раз в 100 тысяч лет. Каждый Императорский Дворец посылает своих сильнейших учеников, и каждый из них должен быть в Царстве Короля Бога и выше. Более того, им не может быть больше 100 тысяч лет. Короля Бога. Они знали, что Царство Древнего Бога было выше Царства Небесного Бога, а Царство Бога Предпка шло после этого. Царство Короля Бога было даже выше, чем Царство Бога Предков. Даже Ю Чжан Гуан, стоявший перед ними, был просто Богом-предком. Глава семьи Чжан Гуан. Вы хотите сказать, что Хуан Сиалун принимал участие в битве при Небесном Дворе от имени Дворца Императора Удачи? Голос Юуэй задрожал. Хуан Сиалун уже находится в Царстве Короля Бога. Смех Ю Чжан Гуан разнесся по воздуху. Короля Бога. На сцене Хуан Сиалун унизил сына Небесного Императора Дитзина, безжалостно избив его. В итоге он занял первое место в битве при Небесном Дворе. Небесный принц Дитзин был на пике развития Царства Небесных Монархов Десятого Порядка. У него даже было Верховное Божество Небесного Даа. Несмотря на это, Хуан Сиалун избил его, как собаку на обочине. Ван Гуин Хуэй, Юуэй и Чэн Цзунэ почувствовали, как бомба взорвалась у них в голове. Первое место в битве при Небесном Дворе. Даже Небесный принц, который был на пике Царства Небесных Монархов Десятого Порядка, был избит, как собака на обочине. Пик Царства Небесных Монархов Десятого Порядка. Разве это не сделало бы Хуан Сиалуна человеком номер один в молодом поколении Божественного Мира? Ван Гуин Хуэй заикался. Разве он не боится столкнуться с гневом Небесного Императора после того, как унизил Небесного Принца Дитзина? Чэн Цзунэ почувствовал, как его челюсти от шока упали на землю, когда он спросил. Ю Чэн Гуан покачал головой, и в его глазах мелькнуло выражение безудержного страха. Он не просто человек номер один в молодом поколении Божественного Мира. Он младший брат главного эксперта Божественного Мира, Императора Великого Тумана. Кроме Чжаолэ, у Хуан Сиалуна есть еще один мастер, сам король Великого Тумана. Младший брат эксперта номер один в Божественном Мире. Ван Гуин Хуэй, Юэй и Чэн Цзунэ почувствовали, что их сердца перестали биться. Это всего лишь одна из личностей Хуан Сиалуна. Выражение страха на лице Ю Чэн Гуана стало более торжественным, когда он продолжил. Хуан Сиалун отправился в ад и получил наследие короля преисподней. Он нынешний король Ада. Он контролирует всех экспертов в Аду. Король Ада. Ван Гуин Хуэй, Юэй и Чэн Цзунэ почувствовали, как их души покидают их тела. Целый месяц спустя, летающий корабль короля Ада, несущийся по Божественному Миру, остановился, и Хуан Сиалун вышел из корабля со своим отрядом на буксире. Когда они увидели бесчисленные дворцы, парящие в воздухе, старейшина восходящей луны и остальные втянули холодный поток воздуха. Малыш – это дворец императора Удачи? – спросил старейшина восходящей луны, разинув рот. Хуан Сиалун засмеялся. Конечно, давайте пойдем. Когда он впервые увидел штаб-квартиру дворца, его реакция была такой же, как у старейшины восходящей луны. Старейшина восходящей луны, все пути и другие поспешно последовали за Хуан Сиалуном. Мастер секты, мы не члены дворца императора Удачи. Не будет ли проблем, если вы приведете нас во дворец? – спросил Фэйхау. На лице Хуан Сиалуна появилась улыбка. Не беспокойся об этом. У меня особая власть во дворце императора Удачи. Старейшина восходящей луны и другие наконец расслабились, когда услышали то, что он сказал. Чем глубже они подходили, тем сильнее шокированным было лицо старейшины восходящей луны. Каждый ученик по пути поприветствовал Хуан Сиалуна, и они преклонили колени, как только увидели его. Не имело значения, были ли ученики, с которыми они столкнулись, внутренними учениками или основными. Даже личные ученики разных предков не были исключением. Были даже старейшины, которые приветствовали Хуан Сиалуна с таким же уважением. Маленький ребенок, может быть, это мастер зала твоего дворца императора Удачи? Старейшина восходящей луны указал на одного из случайных экспертов, стоящих на коленях на земле, и спросил. Все пути, Фэйхау, Аутаи и остальные в шоке уставились на него. Хуан Сиалун почувствовал себя немного смущенным, когда они уставились на него и подумал, что должен объясниться. Да, это мастер лечебного зала. Он колебался на мгновение, прежде чем продолжить. На самом деле, моя личность немного особенная. Помимо того, что я являюсь учеником дворца императора Удачи, у меня есть несколько других личностей. Глава 1942 Местонахождение членов семьи Хуан особая личность. У тебя другие личности. Старейшина восходящей луны в шоке закричал. Малыш, не говори мне, что ты молодой лорд дворца императора Удачи. Старик усмехнулся, но не смог скрыть своего шока. Хуан Сиалун, наконец, признался и объяснил. На самом деле, я младший брат главного эксперта божественного мира, императора Великого Тумана. У меня есть еще один мастер, и он король Великого Тумана. Старейшина восходящей луны почувствовал, как его тело окоченело, и уставился на Хуан Сиалуна, открыв рот. Все пути, Фэйхау и другие уставились на Хуан Сиалуна, и никто из них не знал, как реагировать. Младший брат эксперта номер один в божественном мире. У него есть другой мастер, король Великого Тумана. Фактически, некоторые из них не дослушали фразу Хуан Сиалуна из-за шока, который они получили. С наступлением ночи серебряная луна висела высоко в небе, освещая землю мягким серебристым сиянием. Хуан Сиалун не мог успокоить свое сердце, чтобы совершенствоваться, и он стоял на вершине горной вершины, расположенной в главном дворце императорского дворца удачи. Глядя в горизонт, он думал о своих родителях, Ши Сиафа и своей сестре Хуан Минь. У них все хорошо? Где они? Пробормотал Хуан Сиалун про себя. С момента возвращения в божественный мир Хуан Сиалун никогда не переставал думать о членах своей семьи. Как бы он ни старался, ему не удалось успокоить свое сердце. Божественный мир был безграничен. Он мог рассчитывать только на помощь Серебряного леса, императорского дворца Великого Тумана, дворца императора боевых демонов и организации Короля Ада. Думая о беспорядочной ситуации, в которой оказался божественный мир, Хуан Сиалун волновался все дальше. Несмотря на то, что вторжение дьявольского мира сдерживалось небесными войсками, а божественный мир на поверхности выглядел спокойным, Хуан Сиалун знал, что это было просто затишье перед бурей. Глядя на инцидент, произошедший с Фанганом и другими экспертами имперского царства, Хуан Сиалун знал, что племя девяти гигантских трупов уже проникло глубоко в божественный мир. Как только Шимин завершит создание своего высококлассного артефакта Великого Тумана, Клинка Смерти, Хуан Сиалун не сомневался, что он пробьет свой путь в божественный мир. После начала битвы мира больше не будет. Хуан Сиалун знал, что ему нужно было найти члена в своей семье, прежде чем это должно было произойти. Ранее его целью было получить вторую половину наследия предка сияния. Прямо сейчас он чувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как отложить поиски. К югу от мира огненного камня находился крошечный мирок. На одной из рудных жил, расположенных на самом юге крошечного божественного плана, несколько экспертов из царства высокого бога взорвали землю изо всех сил, пытаясь извлечь куски металла из-под земли. Было от 40 до 50 тысяч экспертов царства высокого бога, и самый слабый из них уже находился в царстве высокого бога среднего уровня. Самый сильный человек был на пике высшего царства конца десятого порядка. Несколько небесных богов смотрели на группу работников высокого бога в отдалении, и все они держали в руках металлические кнуты. Быстрее! Завтра последний день месяца. Если вам не удастся добыть 10 кусков золота, у вас будут проблемы. Один из небесных богов огрызнулся высшим богам под ними. Когда один из высших богов пятого уровня сделал небольшой перерыв, чтобы отдышаться, металлический кнут врезался в его спину и разорвал его плоть. Он упал на землю и закричал от боли. Металлические кнуты не были обычным божественным артефактом. Они были сделаны из металлической эссенции из мира призраков, и она посылала энергию инь, чтобы атаковать душу жертвы в дополнение к ущербу, который она наносила их телу. Быстрее! Небесный бог достал свой металлический кнут и усмехнулся высшим богам. Не вините меня за то, что я не предупредил вас. Торопитесь копать. Культиватор царства высшего бога пятого уровня вскочил на ноги и не осмелился сказать ни слова. Он опустил голову, продолжая копать. Увидев перед собой такую сцену, все ускорились. Если бы Хуан Сиалун присутствовал, он бы понял, что члены его семьи Хуан были среди тех, кто был частью рабочей силы, и они были всего в нескольких шагах от высшего бога, которого избили. Хуан Пын, Суянь, Хуан Минь, Го Тай, Го Сиафань, Ши Фан Тянь – все они присутствовали. Все они ничем не отличались от уличных нищих. Их одежда была изодранной, а лица запачканы. Они выглядели очень изможденными, и из-за постоянных копаний вся их божественная сила была истощена. Единственным пропавшим без вести была Ши Сиафы. Несколько десятков лет назад, когда Хуан Пын и другие вознеслись в божественный мир, Ши Сиафы потерялась посреди урагана. С тех пор они были разлучены. Через несколько часов наконец наступила ночь. «Довольно! Остановись и сделай перерыв на час!» – закричал один из небесных богов. В одно мгновение все культиваторы высокого бога в шахте рухнули на землю. Они задыхались, как собаки. Хуан Пын, Суя и другие упали на землю, и им казалось, что вся энергия в их теле покинула их. Когда они появились в мире огненного камня, никому из них не удалось собрать божественную силу в своем теле, прежде чем они были захвачены группой учеников из банды Раскола Земли. Банда Раскола Земли была второсортной силой в мире огненного камня, и они зарабатывали себе на жизнь усовершенствованием оружия. Все созданные ими божественные артефакты были проданы первоклассным семьям в мире огненного камня. Несмотря на то, что они были просто второсортной силой, они не были людьми, против которых Хуан Пын и другие только что вознесшиеся могли противостоять. Попав в руки банды Раскола Земли, все они были отправлены на шахты. Десять лет прошли медленно, поскольку все они были отделены от внешнего мира. В течение десяти лет все они могли отдыхать только один час, прежде чем их заставили копать еще один день. В глазах банды Раскола Земли эти высшие боги были ничем иным, как рабами. Прошло десять лет. Интересно, как поживает невестка? Хуан Минь вздохнул. Интересно, где старший брат? Если так будет продолжаться, боюсь, мы не сможем увидеть старшего брата даже через десять тысяч лет. Конечно, невестка, о которой она говорила, была ши-сиафой. В глазах го-сиафана промелькнула ненависть. Это все моя вина. Если бы не мое стремление подняться в божественный мир, никто из вас не оказался бы в ловушке этой богом забытой земли. Хуан Пын нахмурился. Мы даже не знаем, знает ли Сиалун, что мы вознеслись в божественный мир. Даже если он знает, божественный мир безграничен, и ему будет нелегко найти нас. Даже если он найдет нас, он не сможет нас спасти. Несмотря на то, что банда Раскола Земли была второсортной силой в мире огненного камня, они существовали уже несколько миллионов лет. Их основы были глубокими, и под их началом стояло бесчисленное множество небесных богов. Не говоря уже о том, что у них было много древних богов, богов-предков и королей богов. У них даже был вождь небесного монарха, который удерживал форт. Несмотря на то, что Хуан Сиалун вознесся в течение нескольких сотен лет, никто из них не верил, что он сможет выступить против банды Раскола Земли. Когда они делали перерыв и переводили дыхание, небесные боги, которые следили за ними, начали обсуждать конкретную тему, и их голоса достигли ушей Хуан Пына и других. Я слышал, что Хуан Сиалун отправился в дьявольский мир. Ему удалось заполучить стелу мире от проклятия и глянцевую стелу дьявола. Талант Хуан Сиалуна невероятно высок. Его удача ничуть не хуже его таланта. Если бы только у меня была одна десятитысячная его таланта и удачи, я был бы более чем доволен. Глава 1943 Ты хочешь проблем? Ты отсталый? Кто не желает получить даже одну десятитысячную таланта и удачи Хуан Сиалуна? Ты действительно думаешь, что это возможно? Хуан Пын и остальные почувствовали, как в их голове промелькнул след шока. Хуан Сиалун Эти ученики из банды Раскола Земли обсуждали Хуан Сиалуна. Это может быть тезка? Пробормотал Го Сиафань Божественный мир безграничен. Определенно есть кто-то с таким же именем, как и он, не так ли? Хуан Пын Суяне другие почувствовали, как в их сердцах рассеивается надежда. Он был прав. Это определенно был кто-то с таким же именем. Хуан Сиалун отправился в дьявольский мир. Они знали ужасы дьявольского мира. Даже глава банды Раскола Земли, эксперт царства небесных монархов, не осмелился бы войти в мир дьяволов. Как мог Хуан Сиалун, которого они знали, отправиться в дьявольский мир? Я также слышал, что Хуан Сиалун не так давно вторгся в императорское царство. Это слишком страшно. Не прошло из сорока лет с момента битвы при небесном суде. Разве он не был небесным монархом седьмого уровня во время битвы? Потребовалось менее сорока лет, чтобы прорваться в царство императора от небесного монарха седьмого уровня. Неудивительно, что ему удалось победить Дитзиня. Интересно, кто его родители? Им удалось породить такого монстра. Разве он не культивировал всего несколько сотен лет? Ему удалось прорваться в царство императора из царства высокого бога за такое короткое время. Каждый раз, когда я думаю об этом, мне хочется врезаться головой в стену и убить себя. Врежься лучше своей задницей. А если хватит смелости, иди разбей голову о гору перед нами. Голоса небесных богов непрерывно доходили до ушей Хуан Пына и других. Когда они услышали, что Хуан Сиалун, о котором говорили небесные боги, вознесся всего несколько сотен лет, они почувствовали, как их сердца содрогнулись. Это неужели это правда? Хуан Сиалун, о котором они говорили, тот же Хуан Сиалун, которого они знали. Может ли их сын быть тем Хуан Сиалун, о котором они говорили? Хуан Пын, Суянь, Хуан Мини. Другие почувствовали, как в их сердцах бурлит волнение. Однако для них это было слишком много, чтобы осознать все сразу. Императорское царство. Разве они не говорили, что Хуан Сиалун вошел в царство императора? Они говорили о царстве императора. За десятки лет, проведенных в шахтах, все они слышали новости о божественном мире. Они ясно понимали, что означает практикующий в царстве императора. Им было предельно ясно, что царство императора возникло после царства небесного монарха. Эксперт имперского царства был человеком, с которым глава их банды не смог бы встретиться, даже если бы захотел. Присутствие в царстве императора Хуан Пын не мог вызвать в уме. Хотя некоторые из них были чрезвычайно взволнованы тем, что Хуан Сиалун, о котором они слышали, был тем же самым Хуан Сиалуном, которого они знали. Они не осмелились поверить своим ушам. Учитывая личность Хуан Сиалуна, я боюсь, что не найдется женщины, способной сравниться с ним, не так ли? Ученики царства небесного бога продолжили свое обсуждение. Я слышал, что Хуан Сиалун уже женат. Разве эта женщина по имени Лилуи Ячи не преследует его? Ах да, я также слышал, что вторая леди конторы Серебряного Леса, Бэйся Мэйфан Сиан Сиан из Дворца Императора Удачи, вместе с Пэн Сиа, уже вместе с ним. Никто не знает, правда ли это? Вторая леди палаты Серебряного Леса и Фан Сиан Сиан. Хе-хе. Хуан Сиалуну действительно везет с женщинами. Повезло Бэйся Мэйфан Сиан Сиан. Во всем божественном мире множество женщин выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть на Хуан Сиалуна. Даже жена нашего лидера во сне кричит о Хуан Сиалуне и заставляет его в гневе плеваться кровью. Откуда ты это знаешь? Ты не должен позволять никому слышать новости о том, что жена лидера выкрикивает имя Хуан Сиалуна. В противном случае ты умрешь. Смех учеников царства небесного бога наполнил воздух, но Хуан Пэн и другие чувствовали себя так, как будто их ударила молния. Лилу. Лилу была женщиной Хуан Сиалуна. Несмотря на то, что они понятия не имели, кто такая вторая леди торговой палаты Серебряного леса, они знали Лилу. Лилу. В тот момент, когда они произнесли ее имя, Хуан Пэн и остальные были уверены, что все думали об одном и том же Хуан Сиалуне. Хуан Сиалун, о котором все говорили, был их сыном. Сиалун. Наконец-то мы нашли Сиалуна. Суянь вскрикнула от радости, схватив Хуан Пэна за руку. Хуан Пэн. Мы наконец нашли нашего сына. Ее глаза налились кровью, в уголке глаза выступили слезы. Хуан Пэн тоже закричал от волнения. Да, мы наконец нашли нашего сына. Последние 10 лет они пытались найти Хуан Сиалуна, несмотря на тяжелые обстоятельства. Единственная причина, по которой они держались за свою волю к жизни, заключалась в том, что они верили, что смогут найти своего сына. Прямо сейчас они наконец получили известие о Хуан Сиалуне. Их сын, Хуан Сиалун, прорвался в царство императора. Их сын был экспертом имперского царства. Хуан Пэн и Суянь вскочили на ноги и побежали к ученикам царства небесного бога. Что касается Хуан Мини остальных, они быстро последовали за ними. Стоять! Вы чего удумали? Один из учеников царства небесного бога посмотрел на группу и в гневе огрызнулся. Столкнувшись с могуществом небесного бога, Хуан Пэн и остальные могли только остановиться. Старший, других намерений у нас нет. Мы хотим спросить вас о Хуан Сиалуне, о котором вы говорили. Голос Хуан Пэна дрожал, когда он говорил. Все ученики банды Раскола Земли оглянулись. Один из них усмехнулся, когда услышал, что сказал Хуан Пэн. Рабы не могут задавать вопросы. Возвращайтесь к тому, что вы делали. Если ты скажешь еще одно слово, я тебя стягну. В его ладони вспыхнул свет, когда он встал и взмахнул металлическим хлыстом в руки. На лицах Хуан Пэна и остальных появилось выражение страха. Все они испытали боль от ударов плетью, и никто из них не хотел испытывать ее во второй раз. Однако, когда Хуан Пэн подумал о том, что Хуан Сиалун может быть его сыном, он стиснул зубы и сказал. Хуан Сиалун, мой сын. Его голос ошеломил всех присутствующих учеников, и даже высшие боги в шах.